а то как бы нехорошо получается без записи это 5 5 часть трансляции xcom 2 4 уровне сложности без айронмена то есть сэвами мы проходим как полные неудачники чатику привет это окончание прошлой миссии которую ну мы ее прошли в прошлый раз не записалась просто после этого смысл в чем кратко содержание что во первых игра отличная игра то что я успел увидеть изучить мне очень нравится много хороших задумок баги портит впечатление то что не оптимизирована она еще но ждем патча все дела а так игра очень глубокая весьма сложная прошлой части у нас момент был достаточно близкий гуфу потому что advent заполнил шкалу целиком и пошел уже обратный отчет на дни удалось все таки подключить страну удалось выполнить квестовую миссию сделать бур снизить в общем панику в адвенте на 3 единицы отменить собственно обратный отчет и сейчас у нас даже есть доступ к еще одному объекту адвента даже без присоединения нового региона только что завершилась миссия спасения випа этот самый very important person оказался аспирантом которого мы не смогли эвакуировать несколько миссий назад и но сейчас аспиранта нашего топового штурмовика который отлично рубит с мечом и попадает из дробовика мы возвращаем на базу раненого конечно его придется реанимировать некоторое время но круче него штурмаша у меня не было дмитрий михайлов бесса нефанда холи мантич сидит вот тут улыбается он в этой миссии попадал этой топ дпс пока у той но я думаю что с тенденции будет сохраняться потому что мы специально качаем в звание повыше чтобы в школе офицеров получать больше бонус и так после этой миссии будет еще серия левелапов который мы в прошлый раз отложили не сделали и придется сейчас ну с удовольствием придется я с удовольствием смотрю какие там скиллы и что что получится вытворить так 2 апа самое простое конечно же это бесса тут выбор у нашего гренадера хэвика либо гремучая смесь либо двойной выстрел двойной выстрел сразу чушь то есть выстрелите со сбитым из ну минус 15 прицелом если вы попадаете в цель 2 выстрел будет то есть берете точность хэвика 73 прикручиваете ой отнимаете 15 и если она попадет будет 2 выстрел нафига а вот гремучая смесь которая увеличивает радио взрыва на единичку и урон на двоечку это прям топишь ну и ты у нас об нос тут предпоследнее звание первое это верный прицел если вы не двигались на прошлом ходу то получите к 10 меткости 10 к вероятности критического ранения это на один выстрел на пистолета распространяется бонус от верн за несколько ходов не складывается особенно темы высокой строковой позиции с хорошим обзором зачем это да и без к мы получили еще бонус скилл точно вот вопрос верный прицел распространяется на пистолет а второй скилл мишень мне он не очень нравится глухая барона теперь добавляет плюс 20 меткости при первом выстреле на следующем ходу есть учитывая меткость 97 и возможные апдейты оружия как бы да это позволит нам стрелять полукрытие гарантированно но димка говорит что до верный прицел работает если вы не двигались то будет плюс 10 точности 10 крит для классических слоев которые на месте сидят на месте ну да это больше с общим видом это на один выстрел или на все последующие в этом ходу там идея в том чтобы забежать толпу поставить ханкер я прижать что он поддержал ваш канал на сумму 100 рублей добрый вечер качай игру поиграю буду советовать подожди немного не проходи далеко а это баф на все выстрелы ты же ежик слушайте ну учитывая то что у нее на одном ходу быстрые руки раз выстрел выстрел из пистолета соответственно первым действием 2 еще третья обилка типа один на один еще выстрелов там три и ну там короче больше одного может быть стоит верный прицел брать да понятно что не стоит ну придется на следующий ход только это делать но в принципе снайпер и так стоит на одном месте и у него в кд некоторые скиллы поэтому наверное попробую верный прицел сделать понятно что мишень как бы ну только на один выстрел и двадцатка к меткости которые так уже замакшена попробуем все-таки верный прицел если что переучим окей разведданные получили аспиранта спасли нашего змеи того хоккеиста добыли еще разведданные первый разведданные от взлома были и что у нас там аспирант браток ранение три дня аспирант 11 дней артстотска 9 но в принципе да аспиранта еще лава лапы ё-моё аспирант же у нас той миссии еще получил получил лава безжалостность если в течение вашего хода вы совершите одно убийство или больше что получится одно движение то есть типа ворвался порезал и потом можно слинять хорошая вещь или мясорубка если противник начинает ход в соседней клетке вот способность мясорубка активируется когда он пытается атаковать рейнджера то есть он атакует мечом любого противника в пределах дальности короче безжалостность вроде полет ну сами смотрите посудите я не буду никогда создавать ситуацию в которой противник находится вплотную хотя если они сами подбегают типа мутонов милишных если противник начинает ход в соседней клетке или просто его ставить так впереди чтобы мимо него не могли пройти к другим пацанам и он будет нарезать просто пацанов да когда на тебя набегают и ты бьешь если противник начинает ход не на соседней мясорубка активируется когда он подходит то что мясорубка хороша то есть просто важно выбрать позицию ой с голограммой будет хорошо то есть мы кидаем иллюзию где-нибудь рядом с штурмовиком и таким образом чтобы спровоцировать противника выйти к ней за фланг штурмовику обязательно нужно иллюзию собой возить самому то есть он выходит да ну ладно допустим он подходит там как-то бла-бла-бла стоит на позицию перекрывая ну прикрывая остальных членов команды и мы например ставим за его спину на одну клетку голограмму те флангуют подходят получают с меча можно попробовать безликих тоже ловить хорошо мутоном хорошо ловить убежалась из конечно надежней но не факт что надежнее на самом деле потому что еще постараться а одно убийство без без разницы чем да то есть мечом или выстрелом то есть флангуешь обижалась конечно это очень аркадная тема мясная такая в ней скрытый потенциал есть я чувствую обижалась нас это как бы надежная тема то есть ты знаешь что ты убьешь этого человека в мели или с дробовика с ранга например и когда ты это делаешь это гарантированно потому что у тебя точность плюс крит любую дистанцию подбегаешь еще после этого можешь отступить иллюзия же не сверх приоритет на ты сам говорил ее нужно еще правильно располагать иллюзия сверх приоритет на если противника ее видит то есть они игнорируют не просто игнорируют других бойцов они игнорируют тот факт что другие бойцы могут быть без укрытия а иллюзия может быть в укрытии они все равно на нее лезут самая главная тонкость в иллюзии поставить его таким образом чтобы все противники ну чье внимание ты хочешь привлечь видели без дополнительных действий эту самую иллюзию так ладно отложим не хочу пока принимать это сложное решение давайте пробежимся потому что у нас происходит шесть дней листовая броня моя первая броня надеюсь что что будет ок по другим исследованиям мутонов скроем для гранат для хэвика в инженерном отсеке работа кипит есть мастерская летают гремлины трое из четырех гремлинов работают гремлин раз гремлин 2 гремлин 3 все лаборатория две недели реле питание необходимое достроиться через четыре дня это просто мы копаем просто копаем в центре военных технологий сидит инж и помогает лечиться солдатам в партизанской тренируется поме а здесь вот ледокол и сидни мёрфи работают над тем чтобы энергии хватило сейчас в частности на все лабораторию в оружейные бойцы еще какие-то как раз аспиранты мне хотели показать да вот по ситуации глобальной все не так плохо как было в прошлой части снижение стоимости контакта неплохо 6 дней правда посмотреть какая у нас ситуация мы во первых получили два бонуса первый бонус африки увеличение объем поставок и в европе халявные новобранцы стоит 10 процентов материалов именно 10 не на 10 процентов меньше а 10 то есть раньше мы новобранцев брали потом сатену или по 80 сейчас они стоят 10 вот реально 10 баксов за новобранца вообще мы устанавливаем контакт с восточным побережьем сша здесь бонус очень хороший на мой взгляд персональные боевые модули и улучшение оружия можно использовать повторно то есть они теперь ломаться не будут если мы северную америку подключим а учитывая то что роли меняются и бонусы по-хорошему надо переставлять там от одного бойца к другому они же когда ты меняешь сейчас слетают уничтожаются этот может помочь короче говоря тихо 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 это вот мы можем сейчас полететь еще на операцию адвента но я думаю что сначала нужно установить контакт установить контакт развед данных с запасом 348 материалов немного но кажется я еще аня я взял я взял я взял я взял уже я взял экспериментальная граната через четыре дня и реле питания давайте полетим сюда будем подключать новый регион витя скинул видосик как работает мясорубка спасибо ведь обязательно посмотрю уолибер поддержал ваш канал на сумму 110 рублей не читал но осуждаю не но обсуждаем мясо бери да у такой эксперт у либер спасибо за саппорт короче нам доступно два региона нью-мехико но их нужно оба за занимать собственно чтобы континент освобождать стоимость какая 160 может вышку тогда запилить время вроде пока есть я бы слетал ешки матрешки секунду возвращаемся ссори так вышку по хорошему лучше сделать потому что уменьшится стоимость контакта сразу на два региона плюс я смогу сэкономить разведданные и потратить их на черном рынке поэтому давайте попробуем все-таки запилить вышку долго я понимаю долго но плюс 600 нас ждет лейтенант чан джи хо это мун кажется и доктор каден салливан и смотрим внимательные ювенты аватара осведомитель из сопротивления пришельцы обнаружили агенты из-за рядов сопротивления что сократило время ответных действий на две недели демонстрация силы пришельцы пытаются уничтожить применяя грубую силу в течение месяца они будут задействовать больше солдат в каждой миссии давайте раскроем еще один ивент за 30 адвент вкладывает средства улучшение экипировки течение месяца обеспечивает дополнительной броней некоторых солдат мы встретим эти события и будет соответственно миссия надо будет определить мне пока в кажется что снижение сокращение время ответных действий на две недели это это приоритет больше солдат это экспо больше брони это хотя я не знаю насколько увеличится так материалов 600 игнорим пока пробуем подключить кислотная граната готова добавив едки химический состав стандартной осколочной гранаты мы создали оружие эффективно уничтожающая броню противника пораженные цели продолжают получать урон по мере того как кислота разъедает все предмет кислотная граната добавлен в инвентаре так реле реле питание готова стоп 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 строительство отсеков мы можем его сразу улучшить она стоит копье насколько я помню до материалов 2 потребности в этом нет но помним про то что двоечку мы добавим да мы можем и инженера сюда посадить надо копать я думаю копать скорее сажать сюда инжей и все заняты капец а где заняты то здесь эсперанто лечит надо инжей снять просто с реле питания с прошлого это лучше апнуть просто так так мы сэкономим то есть апнули реле питания 1 2632 убираем отсюда инжа 2627 но придется оставить все лаборатория рюмин здесь лучше еще на реле потом сделать ну что кажется от экранированных энерго катушек если мы поставим там будет бонус еще дополнительный но пока 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 поставим сегодня мерфи качать в смысле раскапывать греблины же а куда я греблинов то а греблинов вниз то можно поставить точно даже два гремлина здесь раз вообще изи тоже точно мастерская же все сейчас будет вообще халява 2637 освободили соответственно ледоколы еще с реле питания старого получили неплохой буст по чем ниже тем дольше качать копать я думаю что стоит наверное сейчас даже инжей всех направо сдвинуть хотя нет потребность у меня в экранированных энерго катушках если прям захочется можно будет поставить инжей сюда лучше типа качать быстрее копать мне скорее нужны нужны нужно место под новую давайте я уберу отсюда в принципе уберу отсюда инжей и сконцентрирую все внимание на новом отсеке там много че строить 6 из 6 связи 6 из 6 связи я могу апгрейдить ее материал нужны 4 энергии 4 энергии есть за баблом слетать можно и нужно будет соответственно я хотел посмотреть что за гренки сделали сюда смотрим оснащение а вот они кислотная граната в отличие от обычной 34 урон брони увеличен на единицу а и плюс еще урон по врагам биологическим которые находятся под действием кислоты то есть must have просто кислотный хотя нет кислотный граната скорее всего не разрушает препятствия до стенки не буду сбивать разрушает говорят а только мне нужно сделать еще одну кислотную гранату то есть это в это у нас производстве предметов скорее всего да нет дымовая ментальный или это проект вообще а кислота рандома я так не сделаешь понятно крикинга мэри афт липти астрадей а да хорошо и чуть два дня до того чтобы сделать слушайте надо слетать реально за за ресурсами что в любом случае я не смогу это сделать я не смогу достроить вышку я смогу достроить вышку но я не смогу улучшить модуль для дополнительных контактов поэтому мне нужны ресурсы час а вот и террор карательные операции нельзя скипить ни в коем случае единственный я бы залетел в штаб сначала и посмотрел бы до специалиста денег нет да ладно справимся с этими чего тут у нас есть снайпер два спеца два этих иллюзии в общем бэска с кислотной гранатой прям жилет кажется я не успел сделать проблема обраток у нас и как браток же есть давайте братка ему скорее всего возьмем вместо гренки доп крит возьмем у дмитрия михайлова патрон коготь хотел протестить и это как раз увеличивают крит и урон открыто там еще боевые модули персональные доп шанс критического урона на 20 а не на 10 и доп урон на единичку конечно штурмовику важнее но я лучше дождусь аспиранта как штурмовика чтобы персональным боевым модулем нельзя я живу вроде чё дело поддержал ваш канал на сумму 3 лучше не оружие было добрый вечер добрый вечер обычные здания на катушке не тратит энергии вообще так что есть смысл расчищать катушки если строить электростанцию по плюс 10 энергии мы узнаем в любом случае об этом у нас есть вот стоп а где мне казалось что я нашел 15 процентов тухита а тут по обычным приклад и модифицированное автозаряжение может не стоит тратить кстати модификаторы пока пока мы не подключили регион что готовы брони нет но два спеца это для улучшенного захвата потому что мэки могут быть а почему-то и свето шумовая лучше наверное взять лучше слушайте у меня у кого-то из наших специалистов способности медики джи есть вот полевой врач уколи поэтому лучше ей все-таки дать медики вместо сканера то есть вместо голограммы эту самую голограмму пихнуть той она часто идет вперед светошум конечно хорошо но моя комментатор значительно лучше итак два маяка братка мы ставим на возвышение меткость у него соточка а вот модифицированный повторитель а это текущие его текущие и конечно классные модификаторы урон при промахе конечно можно добавить двоечку кому-то надо забей есть 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 раз два три четыре пять шесть да 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 поехали надо было посмотреть кстати что у нас зоне испытаний по новым новым темам на изготовление было ну во первых у нас новый месяц как правило с новым месяцем приходят новые проблемы новые враги прошло к нам пришли милишные мутоны сейчас мы ждем к из солидов дождался бы брони после миссии вроде один день можно подождать а вот не хочется проверять да и ну хотя может быть и стоило на хардкоре может быть попробовал бы наоборот на хардкоре ребят очень попал слушайте пришел дельный совет о том что по поведению мирных можно понять они мирные или они безликие то есть мирные трясутся от страха безликие просто стоят я и озираются по сторонам теперь осталось выяснить кто мафия кто мирный мне не кажется что это человек и он вроде вроде боится брови сдвинуты может просканировать его пока ох ты тут сразу есть хорошая возвыш вместо для снайпера для для братка задача у нас также такая же как в любом терроре спасти как минимум шесть гражданских и собственно всех замочить я нахожусь в углу не хочу идти в центр то есть нужно с то что может реально подсканить этого товарища подозрительно выглядит ну как бы чего сразу скан есть один х х х да беда так давайте сравним его со вторым мирным заглянем ему глаза тоже вроде они похожи это либо два мирных либо два безликих но учитывая то что это первые двое из 13 я думаю что что скорее всего это мирный вообще нужно бежать вперед было что я делаю и прям по центру побежал и сразу спулил пак ну красавчик чего правильно правильно чего на full ход давай на мутонов на милишных снайпер не на позиции конечно конечно давай сразу отдаваться почему нет руки молнии раз всем надо за кавер скорее всего придется кинуть ох ты как трясется та камера слышь нет смотрите экран трясется что такое эй я так не хочу миссии играть понятно сейчас я по клеткам буду мазать еще очередной баг говорят ну круто что я прям рад кидаем маячок но вообще видят всех поэтому я за full cover сюда у меня уже голова кружится от таких тем так ну что овервотч какой кстати ох ты хак какой хороший рейндж уже у хэвик я пожалуй бески подойду а можем даже и мочкануть нам же броню все равно этих мутонов снимать проверим заодно газовую гранату чем раньше кидаем тем больше у них хп будет сниматься плюс 2 армора мы должны снять в отличие от обычной гранаты ядовитое ничо сия кислотный ожог вся броня снята 3-4 урона нанесли тут у нифига себе по 5 это ж халява просто какая-то 5-4 урона нет мутонов фактически с одной гренки хочу еще таких как первый мирный дом второй этаж ну милишный мутон должен был видеть надо овервотч 4 урона да он к голограмме пришел чем пришел дурочим не добежала вы это тоже вроде на голограмму запал ха изи а это куда-то не туда пошел не туда же как тех ходов-то хватило все останавливайся не стреляй зови хорошо кто нам нужен в плане прокачки я бы наверное все таки братка вкачал не нужен метки глаз тебе просто матча этого раз спин сны да в очках черт темных браток не попадал видите сейчас все нормально у меня штурмовика нет с нормальным уроном поэтому придется работать с тем что имеем тут протоколом защиты проще всего скорее всего убить я бы сначала накинул бэской намутона меточку чтобы упростить задачу другим ну и попутно шесть хитов сняли отлично моноколь это блин моноколь конечно моноколь а слушайте у братка же сработал перк что типа если ты убил человека сверху то половина хода только тратится удачно удачно так холли а протокол есть и у этой и у этой да и холли постреляем страшен вот он в гневе ой мантичим тоже почему нет 99 процентов молодец три урона из пистолета снимем конечно снимем экспу дали слушайте у нас же есть еще возможность этого убить не тратя протокол атаки зачем тебе снайперская винтовка стреляя из пистолета дважды раз вероятность одна этажа понятно что кислотные гренки клевые очень прям очень клевые надо брать так ну уже близко второй пак нобу сасаки погибает это это этих персонажей дело не бсп так хорошо двое мирных минус может сканируем разок да давай сканируем да потому что во первых мирные рядом во вторых пак вроде как слева рядом хочу убедиться так эти нормальные опа безликого нашли 1 класс протокол сканирование решает особенно на терроре ничего вот у нас уже и цель появилась пожалуйста я для начала все таки его замочу а потом уже вперед пойдет он же на меня побежит да он мирных вроде не трогает я надеюсь он что-то показывает слышите рычит надо было идти вперед скорее всего хотя я мог бы скрыть так еще минус один бежит бежит давай ко мне понеслась это расстрел он во первых не добежит ну потому что ходов не хватит а во вторых не добежит потому что его здоровья не хватит браток надо на восьмерку и сейчас еще три человека на over watch ты которую не промажет оу отставил от меня что все мажут а А, еще может кто-то? Вроде еще один был овервотч. Ага. Женька, 6 виток. Все, минус. Хорошо. Теперь мы можем аккуратно двигаться в сторону вот этих вот мирных. Во-первых, потому что там пак и мочат наших пацанов. И во-вторых, мы знаем, что эти мирные, они... Они нормальные. Аккуратно подходим, смотрим. Никого не спалили. Вы знали, как я не хочу подходить. Все-таки дальше, чем разведал. По крайней мере, человеком с маяком, имитатором, точно не хочу. Перезереться вы ищем. Подводим так, аккуратно на пол, уходим. Тей, обязательно подводим, пусть это пистолетный снайпер. Ей нужно ходить в непосредственной близости к врагу. Да, вообще близко. Еще один мирный дом, второй этаж. Судя по выстрелам, это солдаты. То есть это не плазменное оружие, это что-то такое. Ну что, работаем. Скорее всего, сейчас увидим. Как бы, слишком много не увидели. Не увидели. Ой, сори. Увидели врагов. То ли, по-моему, у нас сейчас будет перерыв, минут на 15. Прошу прощения за это. Технический, так скажем, перерыв. Прошу прощения в Message of the Day, Петр, если не сложно, куда ремонт делал. Как раз вот он и заканчивается. Сейчас должны перевезти, собрать. Поэтому не постримить будет, к сожалению. И мы увидимся с вами минут через 10. Прямо вот на этом же самом месте. Хорошо? Вы не будете расстраиваться. Аня Коты. Девятый подъезд, да. Аня Коты. С этими товарищами хочется, конечно, разобраться без помощи маяка и имитатора. Потому что еще два пака, кроме этих, осталось. Это и хорошо стоит на позиции здесь. Может, пострелять только стенки, надо снять. Скорее всего, я попробую тогда тем же самым мантичем, например. Когда это сюда зарядить, этот упадет. Броньку мы скинем. Мечник слева. Светошум желательен бы. Тогда светошума у меня нет. Да, все не так просто будет. Протокол защиты можно заюзать еще, кстати. Причем протокол защиты заюзать... Заюзать Холли. Потому что у нее есть неплохой афикс. Скорее всего, она здесь останется тогда. Здесь протокол защиты раз. Дальше Overwatch. Так, да. Так, да. Ну, пока не подошли, я еще здесь с вами. Я подхожу мантичем вот так. Ему все равно укрытие нужно. Кидаю гренку вот так вот. Стараюсь не задеть дерево. Я его задену. Хотя вот так вот я могу сделать. Тогда я не сниму нижнего. Там же еще один стоит. Как-то ухитрится. Дерево, дерево. Дерево с первого раза вроде не убивает. Вроде бы это ключевое слово. Поехали. Да, дерево осталось. Бровеньку сняли. Хотя этот в фулл кавери остался, гад. Ой, а где первый? Он его раздавил, что ли? Посмотрите, тот упал на этого. И остался один. Реально, этот же стоял на втором этаже. Ну, как это? Вроде не написали, что кто-то там умер. Мистика. Что-то я не понял, где перерыв. Да как бы еще не подошли им. А нет, троих видят. Вот он. Если вы не увидели, где первый, вот он стоит. Как бы... Тут все очевидно, в общем-то. Вот он, стоит. 94. С фланга. Не путайте его вот с этим вот. Потому что вот он этот. А вот он этот. Это как сектопод невидимый у меня. Тоже был разок. Класс просто. Скриншот нужно делать просто и отправлять. Разрава. Бури, говорят. Бури. А Тейка видит его, в общем? Тейка видит... Тоже видит его. И этого видит. А левого не видит. Меня милишник еще расстраивает. Он же ворвется, гад. Но с этим проблем нет. Его убивают все. В принципе. Ну все. Теперь точно все. Перерыв. А, поверили. А, поверили? Не, на самом деле, скоро, но не сейчас. Короче. Таким образом, не используя маяк, нам остановить вот этого мечника, блин. Ну никак же не остановить. Укрытие снять. Если снимем, то ок. А по-другому-то никак. Протокол атаки не пробьет. Но Overwatch поймать можно попытаться. То есть, типа, убить вот этих вот как можно лучше. Давай, ладно. Там браток сможет, если что. Руки молнии. Раз. Промах. 87. Интересно придумали. Он исчез. Теперь браток перестал его видеть. А был ли он? Нет его больше. Что происходит? Короче, нужно гренку сюда кидать. Проявлять. И узнавать, а был ли... Может, он остался просто в темноте, я его не вижу, типа. Это вполне возможно. Да, так и есть. Вот скотина. Правда, я все равно не вижу. Да-да-да-да-да. Нет его, нет его, исчез. Куда дели он? Реально, куда дели человека? Все, браток перестал видеть и этого. Что происходит в этой игре? Ладно, добивай этого. Остальные все на овере ждут. А сколько у нас Overwatch получается? Давайте Холли протокол защиты на Тей, чтобы у нее был еще один Overwatch. Братка? На братка я больше всего надеюсь. Браток Холли и два выстрела Тей. Вот мой план против милишника. Ё-моё. Главное, чтобы еще новый пак не появился. Милишный мутон. О, пак из мутонов. Три человека. Три человека. Ну, ё-моё. Вспулился все-таки. Не тот побежал. Да, браток стреляет, но даже мажет по нему. Это еще один пак. Согласен. О-о-о, теперь ты уже на миссиях появляешься. Это кодекс, ребят. Тей стреляет. Три брони, один урон. О-о-о. Я в шоке. Сейчас еще... А, ты жив все-таки? Бежит милишник. На нем щит, оказывается. Что за бред? Куда это кто-то шел-то? Все, минус Женька. Такой бред вот с тем правым товарищем. Он, оказывается, был. Его сейчас заметили. Баг на баге и багом погоняет просто. Сейчас у меня остатки прошлого пака. Серьезное ранение. Специалист. Это капец. Так нельзя делать вообще. Приплыли ее, мое. И кодекс еще. Неприятно, конечно. Взорвал человека. Он стоял на одной точке. Упал, стал невидимым. Потом пробил, вроде попал. А он... Ну и... Короче, хрень какая-то. У мантича особо выбора нет. Он может вести огонь только по одной целям. Он может, правда, отступить за фулл кавер сюда. И пострелять. С чуть меньшей вероятностью, но пострелять. 68%. Да, есть аптечка, конечно, можно хильнуть, но проблема в кодексе главным образом. Бесса вообще никого не видит. Тут один на один на две цели, учитывая то, что 3-4 человека еще подходят. Кидать не хочется. И лучше кинуть, конечно, маяк в этот ход. Постараться благодаря маяку что-то сделать. Ладно, стреляем из пистолета. Раз. Сто процентов. Ну это все. На этот раз точно все. Продолжение следует. БСП поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Давай, кресло, ты справишься. Главное, не торопись. Удачи. Локи7 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Опа, можно пока тут побеспределить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зируэлл поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Нужно так? Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Брысь У нас с вами есть проблема с тем, что Женьку ранили, к сожалению И в опасной близости находятся и новый пак, и остатки старого, и потенциально третий пак Поэтому Женькой надо, наверное, валить, делать маячок, пытаться как-то выстоять, отстреливать милишника Хотя, кодекс меня больше беспокоит, на самом деле Меня очень сильно беспокоит кодекс Ну, я отхожу Беска может пострелять, может метку поставить, доступных целей, к сожалению, нет Как так получилось, не ясно На фланг, тут и укрытий нормальных тоже нет Вообще, сверх неудачное место для атаки я выбрал, к сожалению Да, гоу, реэмиссию Даниил, у нас же есть еще один модуль Так, давай-ка мы... нет Что может браток? 93, понятно Ну, браток может так Давай, стреляем лучше 93, чем... чем 70 Крейт Остался там у него, кажется, один хит Да-да-да Пистолетом гарантированно добьем Но я не хочу стрелять из пистолета Тут тоже не видно ни черта Посмотрите Что реально забить и... Не, нужно лечить эти Женька Но не кучковаться, потому что там кодекс и он... Да, давайте я лучше холю вот так вот отойду Не, не надо так отходить Давай вот так вот И поближе, и увижу 73, стреляем, раз Хорошо, убиваем У него уклонение еще сработало Ох, Женька, пожалуй, еще вот так вот и идет Здесь маячок кидаем За фулкавер Но все очень плохо, как вы понимаете Прям очень плохо Овервач А это как вообще? Вот что это за телепортации вообще у человека? Это тот багнутый, который с крыши падал? Все, подвис Прилот, все дела Вот столько бед из-за этого чувака Капец Промах Телепорт пошел От кодекса Ох, ты ж ежик Флангует Ё-моё Как мне кодекс убивать с таким количеством хп? Тут овер срабатывает от бескин Щит убран И он какие-то странные вообще мувы делает Ладно В очередной раз нас голограмма спасла На один ход Ох, но теперь, конечно, задача Самый опасный противник здесь Это кодекс Наверное, нужно пытаться 62, да? 82 Вообще, я думаю, что тейкой надо стрелять Стрелять раз С абилкой два Причем она не двигалась У нее точно сейчас будет дикая В общем А, она видит этих двоих Давай вот так вот Слабо, слабо, слабо Ну еще пару раз Раз И два С критом, но по броне Это вообще Что слону дробина Ай, беда, беда, беда Все, все не так Как я кодекс убивать буду? Фланговать Скорее всего Может, сначала хильнуть Но для начала, наверное, лучше юзнуть протокол помощи тот же самый На кого? А непонятно А ты сначала Нет, сначала нужно протокол помощи Протокол помощи лучше на тей Учитывая Overwatch и ее точность Это раз Хотя, наверное, не стоил вообще протокол помощи юзать Лучше было забить на хил И... Ну а че эти четыре хита мне дадут? Еще не поздно, кстати, протокол нападения юзнуть Да, забиваем на хил Пытаемся флангануть Женькой Сто процентов, сорокопроцентный крит Работаем Чертов кодекс Критонет Щит И три урона всего Щит убран Но она клонируется Клоун достаточно далеко появляется Кстати, это и надо было Я тут еще под флангом стою 91 Будет выстрел, но... Да, пожалуй, его и стоит так бить Давай, раз Действие, если попадет, будет дополнительное Ну мы его, скорее всего, убьем, если попадем Есть И на перезарядку хватит, соответственно, тогда братку Здесь все, еще несколько проблем Я, наверное, Беской подойду вот как-то сюда И попробую штампануть кодекс В мели Тут протоколом, скорее всего, придется добивать этого Этого не убить Ну, 66 Это невероятность Это Убогость Подходим Стреляем 93 С критом Давай Клонение сработало Метку поставили Еще один клон, что ли? Ё-моё По хиту у них осталось Какой дикий риск, а Просто дичайший риск Ну я активирую протокол нападения Чтобы хотя бы один кодекс убить А если бы кританул, то проблемы с этим не было Сейчас у меня Один мантич И три врага Причем у мантича, вы помните, какая точность С самого мантича флангуют Сюда подходить, значит, рисковать спулить пак Но при этом подходить, типа, надо Потому что Ну, потому что отсюда он стрелять не будет То есть, либо сюда, либо сюда Давай сюда Так, пак не спулили уже хорошо А что за вероятность такая невероятная Поэтому-то 44, что такое? Как он в высоком укрытии, если ты его флангуешь? Ты его не флангуешь, я понял Пытаемся убить кодекс 7-7 Убиваем Ладно, все равно остается в паке двое Все равно серьезное ранение у Женьки Очень серьезное Впереди еще паки, маячков нет Выходят новые мутоны Капец Мимо, что ли? Неудачник Мутон пытался мирного убить Вот мы его сейчас испулили Эй, тихо-тихо Что за вторая попытка? Этот продолжает телепортироваться Анимацию этому персонажу не завезли Ну, у них хороший сейчас шанс попасть Потому что один на крыше стоит О, мирного убил Это отлично Это спускается Не стреляй, друг Хотя, может быть, щит это хуже Еще хуже Наверное, да Итак, у нас осталось пять живых мирных Спасти нам нужно четырех Но хорошая новость в том Что, скорее всего, это четвертый пак И он последний Мы все спулили И все живы Что самое главное на этом ходу Я предлагаю кайтить Мутон, милишный, подбежит сам Нормальных укрытий у меня здесь нет Бески еще нужна перезарядка В общем, масса проблем Просто масса проблем Так, хорошо Допустим, допустим, мы валим Мы валим Попутно отстреливаясь Допустим, убьем этого Протоколом нападения А тебе не нужно валить Далеко Ну, ешки, матрешки Что же за день-то такой? Так, еще один технический перерыв Прошу прощения Но этот быстро пройдет Сегодня у нас Серьезная такая модернизация оборудования Происходит С самого утра И сейчас Завершающие моменты Я не буду выключать звук На самом деле На самом деле Осталось совсем чуть-чуть Это в квартире меняешь? Нет Так Восемьдесят 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 Один И Пятьдесят И все Значит Пятьдесят Семь Кто там сфоткал? Признавайтесь Работаем Да, работа-то с чем? Господи Тут Полная чушь Я спунил первый пак Неаккуратно Второй Третий Четвертый Тоже весьма неаккуратно Тей тоже можно отступать Ему нужно отступать Не, не нужно ей отступать Она как раз молодец Фулл кавер Это наше все Не, нужно отступать Что ты несешь? Конечно нужно Все перегруппировываются Тут протокол нападения Езаем Женька тоже уходит Убили там протокол нападения Как раз попутно Остается четыре человека Беска пустая Я Беска и, наверное, все-таки под фулл кавер сюда Кто-то должен подсвечивать Понимаете Аксинич поддержал ваш канал На сумму 100 рублей Миш, давай игру со зрителями Как что, где, когда Если проходишь следующую миссию Без единого урона То я перевожу 500 рублей Если нет То приседаешь в пять раз Больше потерянного За миссию очков здоровья Мне кажется, это будет весело Мне кажется, ты садист Если предложение некорректно Не получить урон в миссии Это капец, конечно Это просто Дико дичайшая аркада Дичайшая Тут, дай бог, ты человека не потеряешь за миссию Тут мажут снайперы с Overwatch Подходят мутоны, гады Сапресс пошел Этот мирного убивает Ха, лузер Ну хорошо, они растянулись И этот еще Щитоносец Блин Что делает? Тоже мирного? Блин, убил Слушайте, а у меня уже нет запаса по мирным Это последний был Надо сейчас вперед бежать Да, четверо осталось И все, гагашечка Бум-бум Класс Не надо было отбегать Короче, я протокол защиты вешаю На Беску Она ориентировочно побежит вперед Снимаю сапресс Протоколом нападения с дальнего Беса подходит Стреляет Скорее всего, подходит сюда Вот за кавер Чтобы дальнего мутона Главным образом К себе привлечь Такой это у меня план Пока что Да, вот этого Матона Мутона Который сапрессит Перебиваем Давай, давай, давай Бззз Чёртов щит А, у меня ещё остаются ходы На выстрел Так это же успех Даже на перезарядку остаются ходы Ох, для Беса тут, конечно Ад Просто ад А кого мне нужно убивать? Давай этого мутона Голографической меткой Нужно мочить При этом делать так Чтобы меня реально видели все Короче, я покидаю Фулл кавер Чтобы привлечь внимание Стреляю по этому мутону Голографическая метка Чтобы Браток сверху смог С обилкой С большим уроном пострелять Ну и чтобы все остальные Тоже смогли его Так, что помутон у нас? 91 с обилкой Меткий глаз Давай Браток Критани вообще будет шоколадно Еее Так он же сдохнуть должен уже Да, почти Хороший крит 20% 20 Да, 20% крит Так, ну что Мы больше цели не даем Кроме Бески, да? То есть надо сейчас избавиться От тех, кого увидим Протокол защиты Вообще можно сделать И подвести Тейку Тейку подвести Чтобы на следующий ход Да Или пострелять Нет, лучше пострелять Тут такая вероятность хорошая 93 Да я понял Матич, подставляем Ну он лейминг Подставим 91 Зря подставил Мантич Он, конечно, убил Мутона Но Выбирая между ним И Беской Я думаю Будут О, Мантич повышение получил Хорош 63 У нас тут Общий вид Низкое укрытие Учего того упыря Тей, тей, тей Подходить с тобой Или нет Если да, то куда? А, ты последний У меня вообще Маловероятно Она попадет, конечно Но Учитывая то, что она не убьет Это все тлен Я, наверное, ей подойду Вот так вот И выстрелюю с пистолем Дважды причем Хорош Да, но толком Все равно не добьем Ну ладно, давай Там армор такой Что как бы Бей, не бей Пистолетом Там пофиг Но самое главное Чтобы они сейчас Этих Мирных не взяли Не убили еще одного Я вроде им целей подставил Овервотч Благодаря Ой, молодец Беска стреляет Бутон отвлекся По крайней мере Ближний по Беске Да, я зря Подвел Мантич сюда Главное, чтобы Дальний мутон Стрелял по мне Он вроде И собирается Это делать Надеюсь По мне Да, подавление Сопресс Хорошо Да ладно Нет Воу Тей, ты не могла Пригнуться Как она стоит вообще Смотри, где враги И он отвечает еще Фигак На тебе Скотина Мимо Не, я не буду Реоделать Потому что Мантич Он все-таки Молодой У него Конечно Звание было Но это Не Не основной состав Мантич Если ты смотришь Прости, пожалуйста Помог Этот модуль Защитный Надо сейчас Сопресс Снять Для начала Есть у меня Один протокол Нападения Блин Ну хреново Делать нечего Снимаем протокол Нападения Протокол Нападения Сопресс Этого бумутона Флангануть Нижнего И это можно сделать Той же самой Холли Вот отсюда Мы будем Стрелять неплохо Там Полуукрытие Что здесь 56 46 34 На кого ставить метку Вопрос конечно Интересный У тейки Еще один На один Не откатился Есть еще Что случилось Да Тут Диван привезли И кот сразу Облюбовал Новое место Довольный Довольный Придовольный Можно перезарядиться И выстрелить Как вариант Но опять же Я с этой позиции Вижу только одного А если я подойду Скажем вот сюда То скорее всего Мутону буду видеть И смогу его флангануть Проверяем Да Так и есть 67 с критом Негустом Тут я этого флангую Если вот так вот Подойду Я думаю это правильно Только метку Не поставлю Ай-яй-яй-яй Погоди А что же Тей Тей снайперки Может пострелять Наверное Этот ход Она и снайперки Постреляет Потому что делать Ей больше нечего В буквальном смысле Ладно Выбор невелик Это 68 Попытка Беской убить Молодец Первый минус Лут Лут Это два попытка Критануть Надо и попасть И критануть Попала Не кританула Но хоть попала Пять хитов сняла Два хита остается 56 56 чушь 63 Это и снайперки И все Два человека осталось Беда Так по мне же Верхний бутон Будет стрелять Что ж поделать Да Будет стрелять Тебе хотя бы Этого убить Если пистолет Не достает Винтовка Шанс Мне вообще Не нравится У меня есть Страховка У братка А ему все равно Дело здесь Хотя он Овервочность Может Хотя Овервоч Вероятность Будет Не сильно Отличаться Ладно Давай сначала Так 56 Браток Давай Добей 56 Есть С критом Еще Паша Удивительно На чем попадать Сейчас еще Перезарядиться Перезарядиться Ну что Новервоч Или подойти Под фул кавер Стрелять Без шансов Критани Нет Там бронь Огромное количество ХП Даже если чудо Попадет Ничего не случится Тут полуукрытие Тут фул кавер Ну Соответственно Холли Уже видит Давай овер Ну давайте Овервоч Ёшки матрешки Кого увидел Только Немирного Нет Нет Последний мирный Уворачивайся Это все Да я понял тебя Короче Перепроходиться Понадуше Но я пока Не буду Я готов Открывайся 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 О, добегает Тей. Главное, чтобы не было пятого пака. Берем Лутецкий. Расширенный магазин и модифицированный приклад. Двоечка, кажется, тоже хорошо. Ну, браток стреляет, 80 как бы. Крит, минус. Безлики будут? Безлики будут. А вот он. Где? Близко очень. Вон он встал. Вот гад, а. Он вроде не подбегает. Побежал, побежал, безликий. Стоять! Да как? Добежал, что ли? Нет, не надо! Фух, это рывок. Конечно, не добежал. Фух. Капец. Какая жесть. А не миссия. Сейчас нужно будет какого-нибудь товарища купить. В штабе взять. Ну, я Тей качаю для бафов в школе. Это раз. Да и хватит, я думаю, с тебя. Это все. Потеряли мантича. Не выполнили базовое задание и получили еще ранение. Убого. Тебе сбили спутник, переигрывай миссию. Да ладно. Все настолько плохо. И все такие с фейс-палмами сидят. Видите как? Вообще. Тей убивается. Браток вообще приуныл. И музыка сопутствующая. Соответствующая. Класс. Нефанда повысилась. Ох ты, новые. Всегда на чеку. Если вы потратите все действия на перемещение, то в конце хода автоматически перейдете в режим наблюдения. Типа овервочек. И страж. Каждый успешный выстрел в режим наблюдения дает вероятность, что будет произведен дополнительный... Выстрел. Ну, меткости не очень хорошие пока. Можно, конечно, побафать, но... Короче, лучше всегда овервочек. Убит. Мантич. Моз кодекса. Расширенный магазин. И урон двоечкам. Меньше материалов, доход уменьшился. Снижение воли у Женьки. Капец, вообще я попал. Короче, я сейчас в штаб. Там были пацаны. Деньги у меня на найм нету. Надо сюда. Переигрывай. Не, не буду переигрывать. Есть. О, листовая броня. Броня хищника, исследование Лерии, экзокостюм и костюм паук. Броня хищника. Благодаря очищенным пластинам от бронежилета Адвенты, этот костюм обеспечивает усиленную защиту, представляет дополнительное место для переноса предметов. Доп-ячейка, что ли? Костюм паук. Уцелевшие данные в разбитом терминале упоминают ранее прототипы леченой брони... А, ну понятно. Это, да. Для штурмаша или для снайпера. Так. А экзокостюм. Попробовать объединить части брони Адвента с нашим собственным прототипом силовой. Новый класс тяжелой боевой защиты. Устанавливать на нее тяжелое вооружение. Скрытие мутона. Мгновенно. А там гренки как раз. Улучшенный гранатолет, плазменные гранаты. У-у-у. У-у, плазменные гранаты. Короче, давайте посмотрим, что мы сможем сделать Броня Вот она, броня хищника 12 трупов, 300 материалов 60 сплавов Как раз 60 сплавов есть, всем броня Воу И сколько хп добавит? По груди постучала Атека Ну, выглядит неплохо Ну, на этом все Потому что сплавов нет Гранатомет стоит фигню Слушайте, мне бабло нужно Потому что у меня же еще в партизанской школе Лет, должны быть новые тактики Держись, боец Солдаты с большей вероятностью Истекают кровью, понятно Гренадер Сильнейшие взрывы Завчатка может нанесить крит урон Атаки против врагов С прикрытием по флангу Добавляет плюс 3 к урону С прикрытием по флангу? А, я понял Для рейнджера Снайпер Смертельный выстрел 10% критический урон Специалист Абсолютное спокойствие 10 меткость Возможность критического урона В режиме наблюдения При ответных выстрелах Ох Это самые последние бафы Но столько бабла нужно Триндец Сплавов нет Плазменный гранат Тоже сплавы нужны Можно на черный рынок полететь Но что-то у меня С баблом вообще беда Так, а давай-ка посмотрим Сколько варморта Добавляет В конце концов Аспирант сейчас вернется Но мы без Женьки Здоровье плюс 4 было Но 12 не было Давайте оснащение посмотрим Броня А, нет Плюс 4 Плюс 4 Тут не показывается модификатор Короче, 4 хп сверху добавляет Весьма неплохо И доп. ячейка Самое главное Господи Доп. ячейка Это такая халява Блин Реально Доп. ячейка Я маяков смогу сделать Светошумовых купить У гранатометчика Три гранаты будет А, нет Максимум 1 на солдаты Надо будет накупить сейчас Так, что мне нужно Ну ладно Я на миссию-то полечу С Аспирантом Мне нужны сплавы Инопланетные Давайте на рынок Залетим Там, кажется, сплавы Продаются Материалы Дособираем 200 О, поми Потренировался Хорош Поми хорош Ща кого нет Еще выберем Петр Кудряшов Это Петр 74 Рус Кем хочешь быть, Петр? Те, лисейка Неканалин Должна простаивать Но если бабла нет Что делать? Хотя вот так вот Протокол синий экран Без разницы, говорит Значит, не будем Бабло так и не собрал Я в курсе Не дособирал последнюю треть Вот раз Новый персонал В штабе сопротивления Давайте посмотрим, кто Слушайте, а мне же нужно там Регион подключать по фаст Ученый и специалист Луналеки Луналеки Можем муну взять За 230 Но бабла будет мало Мне нужно сейчас Апгрейдить Короче, мне нельзя сейчас Деньги тратить Ладно, полетели Радиоретранслятор Пойдем достроим Здесь 1 августа 35-го года Сейчас Надо получало В прошлой миссии Конечно Готов ретранслятор Доход увеличился И самое главное Теперь будет проще Подключать новые Новые Тут плюс 100 Тут плюс Сколько? 65 Тут плюс 50 А, максимум Надо сейчас Проапгрейдить Проапгрейдить Что? Станцию связи Проапгрейдить Сколько будет? Плюс 2 или плюс 1 Плюс 1 Ну мы сюда Еще можем Гремлина Посадить Я надеюсь Ну и в перспективе Так что Все ок Да, имидж сидит Чтобы быстрее лечить бойцов Конечно Так Давайте сюда Сначала Да я понял тебя Семь дней Семь дней Ё-моё Не дадут мне так просто Да Новые цели Итак Экстремально сложно Уменьшение времени Докарательной акции На 2 недели Это кажется Самый классный Иван Плюс МЖА дают Еще Ну инжа Мне инжи Сейчас тоже нужны Здесь ученый Улучшает броню Сил адвента Просто сложно Или экстремально Сложно материалы Повышая численность Врага на заданиях В течении месяца Это забей Короче Надо брать Вот это На мой взгляд Инжа И 2 недели Откладываем Карательную операцию Это террор Который Хотя Да Пожалуй Так Ты же можешь Завод адвента Штурмовать на халяву Я в курсе Да Но я не готов Хотя можно было штурмовать У нас есть аспирант У нас только один специалист Но в принципе Сейчас нужно посмотреть Что покупать Какие бафы поставить Потому что сейчас же Ячейки у всех Появились новые И я предполагаю Что необходимо Просто По новому Взглянуть на каждого Из бойцов И О Повысить аспирант Естественно Ой точно А что же ему брать Без жалостницы Или мясорубку Ой я даже не знаю Мясорубку возьму Вопреки логике Поехали Мясорубка еще раз Если противник Начинает ход В соседней клетке Способность мясорубки Активируется Когда он попытается Атаковать рейнджера Без жалостницы Мясорубку Мне нужно больше Иллюзий Маяк имитатор Давай раз И два Вообще Четыре маяка взял Так во первых Тебе маячок Да всем кроме снайперов Маяк ставим Раз Вместо осколочной гренки В общем то Можно взять ему крит Крит можно взять Забрать у Братка Потому что крит Растет круче Круче у штурмевика Патроны Коготь Шанс Критического И доп. урон Отдай холи бур От повысить ее навык Да Надо у Женьки Взять было Так бур Женька то у нас ранена А у нее нет бура как раз Все хорошо Медикит оставляем Бур даем Плюс 20 к взлому 65 плюс 20 А гребли на тебя конечно же Второй Окей Так 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 Арцтоска же здесь еще Арцтоске тоже даем Маячок Хотя может быть сейчас не стоит Подождите Подождите у меня же Почему Арцтоска то Кто там еще есть Все правильно Арцтоска должна быть Она более прокаченной Светошумовую Дам одну Беске Необходима вроде как Гренка И еще одна Может произвести Лучше Сейчас посмотрим Что мы можем взять Нельзя в третью ячейку Говорят ставить гранату Я могу дым поставить Так хорошо Если не берем Арцтоска у нас Штурмовик Светошумовой Отвлекающей Саппорт С взломом И медикитом Тей С отвлекающим Но вообще Тей Я бы взял Крит Эти вот патроны Блин тоже Хотя я не уверен Что они на пистолет Действуют Но если действует Плюс один урон Это будет топич Ну вот эту вот штуку Как он называется Патрон коготь Могу ли я сделать Патрон коготь Нет Такие вещи Только поштучно Выпускаются Кому важнее Кому важнее Да ты важнее Потому что у нее Больше выстрелов И Увлечение Минимального урона С крита Должно зайти Очень хорошо У нее за ход 2-3 выстрела А если с 1 на 1 То По количеству врагов У братка снайпера Какой-то никчемный Снайп Этот Сканер В соседнюю ячейку Поставлю Еще один Маяк Имитатор Бески Непонятно Что брать Не да Ладно Теперь по персональным Боевым модулям Будем ли ставить То есть по улучшению Оружия Урон при промахе Это стоит текущий Есть на выбор Размер магазина Меткость Плюс 15 Меткость Плюс 15 Меткость Господи Тут мгновенное убийство И размер магазина Может реально возьмем Холли Поставим Вместо размера Магазина 15 меткость Она на овервочек Тогда будет Халявных постоянно попадать Ну потому что Прицел не имеет смысла Ставить Тей Потому что Не будет работать На пистолеты Есть уже баф Плюс Пусть не 15 Но 10 Я надеюсь У братка Да Десяточка Есть у братка А далее Получается Следующим образом Хэвик у нас Все равно Стреляет Просто метку Ставит И пушка у него Хреновая Штурмовиков Отдельная песня Короче меткость Нужна сюда Я думал модификатор Нужно фигарить сюда Вместо Шанса на дополнительное действие Например А у братка Плюс 5 точность О это многое меняет Кстати Братку Пятнашечку Надо поставить А это персональный Боевой модуль Пятерочка дает Повторитель Оставляем Меткость Меткость 10 Вон На 10 увеличивается На 10 На 10 Все правильно Все Пятнашечку Даем сюда Холли Будет стрелять Постоянно На овервотче И с меткостью 76 Плюс 15 Обратите внимание На бонус От Африки Обращал Так Какие у вас еще Модификаторы есть Мгновенное убийство Десяточка Классно Урон при промахе В количестве двух штук Двоечка Это опять же Штурмовику Который Как правило Не промахивается Урон при промахе Надо опять же Ставить Да забей Поехали Хватит Я еще не хочу Моду к оружию Тратить Просто потому что Я захвачу Два региона И у меня Модификаторы Будут бесконечные А сейчас я их ломаю Получается Поехали Что нужно сделать Ликвидировать врагов И предмет какой-то Секвентирование ДНК Из поезда А, слушайте Это как раз миссия На добычу сплавов И прочей хрени Сделал бы бесси хоть что-то У бесса и так повторительный Кажется на двоечку И что-то еще Ох ты Как хп Это возросло С броней Так видим Сразу пак Маскировочка Вообще Изи Сейчас все Разуплотним Да Есть Жеш Так Сосматриваемся Сначала по вышкам По всему остальному Я их вообще не слышу И не вижу Цель близка Я думаю Уходить в стороны Смысла нет Тем более Что здесь Есть Фулл каверы Аспирант пойдет первым Аккуратненько Они держат эти тренки Режут вокруг Клок Но Ты никогда не увидишь Лоуния Или уничтожить Какого карго Тем более Не где Никто Смотрит Я хочу И направо Заходить Хочу Идти По Без Хорок Несел А вот и вышка Для захвата Холли побежала На этом ходу Не видит К сожалению Да просто подходим Тогда На фулл каверы Помним про то Что у нас есть Газовые гранаты Хорошие Разрушающие броню Слева Змея Судя по всему Так Что у нас По взлому Посмотрим Я сначала Оценю Но вообще Лучше Разбежаться Было По каверам Солдат Получает Одну единицу Заряда Способности Стрельба На бегу Или 50% Весь отряд Получает Весь отряд С run and gun Конечно Круто Но нет Я лучше Вот так Вот сделаю Да И правильно Сделал Ну так Немножечко Похулиганили Братком Конечно Ходить Не надо Пока что Блин Полуукрытием Так Давай В пол Хода Пока Я понимаю Что Они Я уже Здесь Я уже У точки Понимаете А где Враги А врагов Не видно Просто Не видно А давай Тогда Побежал Беск Сейчас Сагрит 100% Оп Змея Я ее правильно Расслышал Так Холли Подходит Так Аспирант Подходит Так Браток На хреновой Позиции Стоит Ой Ой И Тейта Тоже Себя не хочу Ну Ладно Больше Некуда Короче Говорим Ой Так Лаги Говорят Есть Ну За этим Смотрят Можно было Сканер Сейчас Закинуть С этим Ходом Опа Здравствуйте Пожалуйста Сейчас Монганут Меня Ё-моё Капец Мне не Увервоч Ничего Это Ерис Запорол Первый Ход Класс Просто Надо было Сканить Женька Вокруг Ау Там нет Скана И еще Третий Пак Вообще Классно Я в курсе Про лаги Я читаю И В курсе Те Кто Занимается Проблемой Короче Говорим На премиуме Лагов Нет Используйте Тестовый Например Так Они пулятся Оттуда Хорошо Поехали Ошибкой было Что я не проверил То что справа От поезда Там же тоже Патрули Как видите В чем причина Лагов Работу проводят Сегодня 130 У нас Модернизация Идет В стойке Оборудования Свич поставили Коммутацию Поменяли Ну свич другой Это же не хочется Заходить Понимаете И хочется Уверу Очерезать Он тем более Видите Как они Поднимаются Еще Ладно Эти то простые Вот кодекс Меня беспокоит Справа Ладно Сейчас все На овервотч Кроме Товарища С маяком Инициируем Просто Только я Бойски Слишком далеко Отошел Это очень Не очень Хотя ходы В запасе Есть Эй Пробежим С Богом И надо было Тейп подвести Поближе Вроде Флангануть Не должны Не должны Успеть Дойти Стоять Стоять Гады Так Пять ходов Уже осталось Овер 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 И обычный Уверен Обычный Потому что Это первый Пак Не хочется Тратить Более Серьезно Поехали Морблондин Поддержал Ваш канал На сумму Сторого Михаил Дорогой Когда будет Уже Приложуха На айфон А то С твича Приходится Смотреть Чужую рекламу Накручивать Сегодня тоже Вопрос Задавал Вите Он все раз Звонился С разрабом Процесс идет Но мы Пытаемся Словить На овервотч Пацанов Это раз Это два Минус Змея Три Мимо К сожалению Это еще Один овер Хорош Хорош Первый Пак Достаточно Простой Сняли Быстро Пулем Врагов Следующих Офицер Плюс Два Милишника Маячок Есть один Сейчас Вижу Трехмирных Наверху Вот хорошо Что сейчас Кодекс Не спулился Или Светошумовую Сейчас в них Лучше Они же Офигеют Просто Светошумовой Не У меня же Есть Маячки Давай Поставим Маячки Так Чтобы Они Просто Выходили Ко мне Поближе Мне же Нужно Не только Ход Пережить Но и Сделать Так Чтобы Мечники Милишные Подошли Поближе А вот и Пак Кодекс Плюс Мутон Да Это Серьезнее Подходит Офицер Стреляет Не попадает Сейчас Нужно Кодекс Будет Убивать В первую Очередь Этот Подходит В мили Подставляется Соответственно Сам Семь Ровно Гад Я понял Тебя Да Второй Тоже Добегает Да Тоже Добегает Конечно Что Стрелять Будешь Беги Беги Все Вроде Правый Пак Не будет Ходить По идее Да Отлично Значит Так Задача Какая Что Тейка Кстати Видит Тейка Видит Не всех Раз Два Три Четыре Не видит Только Кодекс Я хочу Снять Армор С ключевых А ключевой Это либо Один Мутон Либо Вот эти Два Упыря Два Упыря Не страшно Короче Тейк Должна Стрелять В самом Конце Когда Размножится Кодекс Я Пожалуй Сначала Кину Газовую Гранату В Правую Часть Вот сюда Попробуем Двоих Задеть Чтобы Снять Армору Мутона И снять Укрытие У Блин А он не снимет Да Давай Вот так Поехали Тут Метка Особо Не нужна Понимаете Тут Большинство Целей Будет Находиться Без укрытия 5 урона Разрыв Армора По мутону Кодекс Сейчас Должен Плодиться Клон Пошел Ой Далеко Хотя Тейм Может Его увидеть Протокол Атаки Пригодится Против Да Светошумовая Может Пригодиться Был Аспиранта Поставить Сюда Он бы Тут Нашинковал Скорее всего Братка Оставлю На Маяке Потому что Он здесь Ни черта Не умеет Ну и У него Фактически Один Выстрел Нет Нет У него Выстрел С пистоленом Так Ну что Стои Начинаем По кому Руки Молли Неважно Поехали Раз Крейт Чувствуйте Сейчас Считайте Дамаг Пятерочка Пятерочка Дамага Дальше У нас Идет Два По По Второму Еще Пятерочка Десятка Потом Идет Ну сейчас Вместе Считаем Давайте Так Еще Еще Не вижу Еще Промазала Промазала Убила С критом Еще Четверочка Ну в результате Это что Кто У этого У этих По хиту Клон Кодекса Минус Уже Браток Отдыхает Окей Арцтоцка Может Влететь В стройку Но эти Пацаны Вообще Ни о чем Там Надо бы Мутона Зарядить Будем Да Мутону Побежать Это конечно Прикольно Придумал Нет Этих мелких Вообще Как-то Нужно Сбить Халявой Какой-нибудь Проблема В том Что у меня нет Халявы Так Окей Ты обходишь Сюда А что без Крита А я думал Крит будет Может Тогда по Кодексу Давай Ранунган Лучше Тогда В общем Ты думал Что я его Обойду Так Ну и Проблема Тогда Так 75 Крит Окей Выжил Десятку Пережил Вот Скотина Так Давай Протоколом Все-таки Убьем Кодекс Это раз Да Можно было Поставить Штурмаша Между этими Товарищами Мясорубкой Было бы Все хорошо Так Осталось Двое Ладно Давай так Артсуска Пошла Резать Ставим Маячок Маячок Я поставлю Где-нибудь Рядом Со Со Штурмовиком Чтобы он Мясорубкой Мог Пацанов Как-то Приджонить Ну вот Этого Например Надеемся Что Мутон Видит Эту Цель 4 Урона Кислотой Да Он вроде Купился На приманку Офицер Если дернется Он должен Теоретически Получить С меча Да 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 Еще Кто-нибудь Обойдет С этой стороны Может Кто-то Побежит Но он Скорее Вниз Пойдет Конечно Не Пошел Тоже Жесть Как можно Манипулировать Капец Что это Правда Гремит Я не знаю Но Мясорубка И штурмовик Ну В смысле Штурмовик С мясорубкой Плюс Голограмма Это Топич Просто Кречет Я в курсе Что лаги Я в курсе Что этим занимаются Ты-то от меня Что хочешь Услышать О Задавило Мутоном Господи Плоский Мутон Посмотрите Его Реально Расплющил Мутон Посмотрите Вон Чини в курсе Ну сейчас Подождите На На тебе Сегодня у нас идут работы С оборудованием Они уже завершены Но Нагрузка должна Сейчас распределиться Равномерно По разным сервакам Вот Это со временем Само решиться Либо там Стримером Делать стоп-старт Но вроде Как мне не нужно Это делать Потому что Я уже начал Поздно Трансляцию Сразу Мне отправило Туда Куда Нужно Опа Надо бежать Надо бежать 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 Моя Комментатор Есть Поэтому Практически Пофиг А вон Там Ой Там Архонт Ооо Два Мутона Т4 Мутона Архонт Да Все не так хорошо Времени на все Про все Крайне мало Позиция Аховая Жесть Ладно Можно сделать Светошум Можно еще Моя Комментатор Я бы Конечно Вот так вот Маячок Поставил Да Вот так вот Попробуем Маячок Поставить В надежде На то Что к аспиранту Кто-то пойдет Аспирант На Овервотч Ой Тей Как же Далеко Ты А Блин Сейчас нужно будет Посылать Спеца Ломать Архонт Полетел Овервотч А штурма Мимо У Архона Там снесли Укрытие Он обернулся Подходит Да Продолжает Стрелять По иллюзии Ё-моё Какой мощный Выстрел Но Мутоны Не будут Мили Подбегать Скорее Всего Они Будут Просто Стрелять Я Боюсь Что Да А вот Сейчас Два Мутона Будут Действовать По нашим Пацанам И Это Конечно Провал Надо Было Светошум Делать Ой Фланг Нет Мясорубку Аспирант Юзает Ой Кажется Там Рывок Был Все-таки Не должно Хватить У него Времени А второй Стреляет Фулл кавер По специалисту Скотина Так Я уже Могу Ломать Так Маячок Еще один Есть Хил Есть Светошум Есть Как там Тейков С пистолетами Не откатилась Ни хрена Значит Маячок Мы ставим Куда-нибудь Сюда Чтобы Аспирант Нарезать Продолжал Но перед тем Как ставить Маячок Вообще Я хочу Светошум Кинуть Для того Чтобы обезопасить Себя От Убийства Светошум На троих Причем Есть инфа Что Светошум На Архонос Убирает У него 25 защиты Типа Полет Убирает И Так Будем Правильно Ух Да Пожалуй Надо 4 урона Метку Поставили Но Очень Плотный Прям Очень Плотный А Дальний Бутон Не с флангом Вот это Хорошо В смысле Не в укрытии Получается Для братка И он Не по Светошумовой Или Все-таки Этого Восьминстрим Очить Да Давай Лучше Этого Мочить Восьминстрим Крит Хорош 11 хитов Паша Работает Так Здесь В первую очередь Взлом Получается Да Протоколы Есть Лучше Начать С взлома Гремлину Посылаем Можно Хильнуться Можно Отступить Можно Протокол Защиты Сделать Можно Протокол Нападения Сделать Вариантов Специалистов Сейчас Достаточно Много Нет Негативных Эффектов Снижает Время Исследования Текущая Откладывать События На две Недели Не Я лучше Конечно Откладывать События На две Недели Возьму Что Прямо Гарантированно Я оказался Прав Еще Немножко Времени Которое Мне Очень Нужно Чтобы Два Региона Подсоединиться Протокол Протокол Защиты Даст Овервотч Просто Так Убить Остатки Значит Тэй У нас Будет Стрельнуть Из пистолета По кому-то И кинет Маячок Это раз Холли У нее есть Ран-н-ган Кстати Но Возможно Стоит Хильнуть Товарищ Арцтоцко Свободен В выборе Мутон Мутона Будет Резать Надо только Понять Куда Маячок Ставить Ну Соследа Этот Илези 81 70 70 70 70 Ладно Давай так Осталось Два Человека Тэй Попробует Из пистолета Все-таки Пострелять По архонту Еще Это раз Дикий Он Какой-то И Следующим Кидает Маячок Может Маяк Туда Поставить Тогда Этот Точно Побежит Да Погоди Тебе 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 Или вообще Вот туда Поставить Маяк А докинешь Туда Маяк Прямо Сюда Нет Нет Можно сделать Run and Gun Освободить Эту Штуку И Пострелять Еще С фланга По архонту Раз Да Сто процентов Меткость Давай Теперь Самое главное Маяк На место Где был Сап Чтобы Этот Пробегая Получил По мясорубке Ну Сейчас Ход Пришельцев У нас Есть Время Сейчас В запасе И Вроде Это Четверть Четыре Пака В сумме Получается Может Даже Пять Из Ориентации Работает Нет Еще Один Пак Ну Слабенький Пак Всего Один Офицер И Улучшенный Солдат И Это Будет На Следующий Ход Поэтому Не Так Плох Как Могло Быть Этот Летит Может Не Попадешь А Промо Ну Потому Что Дезориентация Все Мутон Снизу Должен Не 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 Нет Да Он Стреляет По Он Умный Мутон Умный Они Реально Эту Иллюзию Просто Запали Вот Этот Мутон Давай Проходи Ну А Так Не Работает О О Хитер Бобер Крит Держись Там Еще Один Мутон Маяки Халява Выжила Еще Иллюзия Хорошо Смотрим Что у нас По светошумовым Смотрим Есть ли Еще один Маяк Может Кстати Есть Маяк Кажется Есть Нет Маяков Больше Нет Халява Закончилась Друзья У Тей Скиллы Ключевые Не откатились А светошум Где Светошум У товарища Артстоцки Светошум Сюда Вот Надо класть Особенно На верхний То есть Этих Двух Мы-то Вырубим Они Флангуются А вот Тех Нужно Как-то Насовать Восемь Шестьдесят Пятьдесят Нельзя уже так Аркадец Здесь Здесь мы Обходим Стреляем Убиваем Утона Раз Это раз Может быть и сюда Не люблю Полуукрытие Понимаете Не люблю Мутон Валера Поддержал Мутон Валера Прямо На сумму Сто Рублей Иллюзия Для нас Как запретный Плот То К чему Невозможно Прикоснуться Но Так Хочется Хорошо Хорошо Так Тут Можно Протокол Гарантированно Убьем Этого Но Некуда Отступать Почему Вот так Я не хочу Просто Архонта Добивать С пистолета Потому что У него Ну Тейка Имеется ввиду Потому что У него Уклонение Будет А Квадрики Наносят Фиксированный Урон Это то Что мне Нужно Как раз Все Убили Архонта Без Каких Либо Там Вопрос Нужно Понять Как Дальше Действовать Остается Четыре Человека Три Из них Попадают Под Дезориентацию Есть у нас Беск С Белографической Меткой И Тейк Которая Видит Только Двоих Какой Мутон Опасней Опасней Ближней Из-за Того Что Может Кинуть Гренку А этот Вообще Побежит Он С Фланга Ладно Я Наверное Пашей Стреляю Сюда А Че Еще Делать Точность Только Такая 80 Падает Не Убивает И Патронов У него Нет Здесь Точность Светошумовая Вопрос Откуда Скорее Всего Отсюда А че Метку Не Поставил Е-мое Я ж Хотел Хотя У снайпера Другая Была Ситуация Ох Ты Ж Ж К Ладно Тут Фланга Вроде Нет Подходим Арцтодская Светошумовая На троих Или на двоих Даже Мутонов Да Пожалуй Только на двоих Так А стоп Это не Милишный Случайно Не Это Обычный Но Он С Гренкой Хотя Вот Так же Должно Накрыть Вот На Эту Клетку Можно Чуть Поближе Пожалуйста Нет Так Ювелирно Нужно Я не вижу Задел я того Или не задел Он подсвечивается Исключительно Из-за того Что Вот так Вот Господи Что за Издевательство О Ясно То есть Далее Мы не задеваем Мы только должны Мутонов Почить Что ж Поделать Мутоны Так Мутоны Ты пока Стреляем Из снайперской Это выгоняем Два раза С пистолетом По человеку Который Отмечен Голографический 72 Еее Критануло Молодец Слушайте А патроны Это решают Шанс крита Плюс 20 Это круто Почти в два раза От стандартного Ну и теперь Думай Блин Нужна ли тебе Метка на одного Да нужна тебе Метка на одного А просто Как-то ее Ну мутон страшнее Лучше Дезориентируй мутон Поехали Офицер будет действовать Этот будет действовать Там может Грянка быть Ну мутон опаснее У него и пушка опаснее И здоровья больше И армора больше Всего больше Ну покажите мне Где там Что делать мутон Стреляет Да ладно Тихо Дезориентированный Мутон попал Я все сделал Чтобы он не попал Понимаете Это скотина попала Все равно С абсолютно Невероятной вероятностью Блин Да уж Нет У меня специалист Второй отдыхает Месяц Поэтому я не смогу Горием Горием Да Сейва 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 Если бы Женька Не отдыхала Месяц Я бы наверное От холи Отказался Так Не могу Она уже умерла Прикольно И вот как В таких ситуациях На хардкоре играть Как действовать То есть Все человек Ну ладно Допустим В полуукрытии Окей Да Ты дезориентацию кидаешь Вроде все ок Но и этого мало Я не знаю Раз Пси больше голограмм Хилка Больше голограмм Да Ну пси Я просто не знаю Чего там Что там будет дальше Так Я холи вообще отойду На более безопасной позиции Все таки Узнаешь полюбишь У меня делаются Пси лаборатория Посмотрим 40% крита С этими патронами 40 Реально В два раза Шанс крита Взрастает На этот раз Не убили Да Давайте Братком Попробуем Добить Этого Понятно Сейчас будет Еще больше Рис Кидаем Светошумовую Ходит Два Мутона А это не Дезориентирован Да Хорошо Не показали Просто сразу Эффект Да опасно Полуукрытие Меня видят Да ты Издеваешься Да как Да я в шоке Просто Второй раз Подряд Дезориентированный Мутон Попадает По тому же Самому Человеку Причем Полукрытие Чего Обречена Еще попробуем Холли По другому Поставить Типа давление Вообще Зачем 50 меткости Режет Ну На одном Мутону Можно было Сделать Подавление Согласен А со вторым То что делать Укрытие Укрытие Нет Нормально Я опять Как дурак К этому Коверу Подхожу И опять Как дурак Протокол Запускаю Атаки Надо Давай Сопресс Реально Сопресс Жметку Ставит Так что Это было Более Правильным Действием Конечно Жем Ты Стреляет Попадает Бескритан Пробуем Утона Добить 59 Ах ты Скотина Два Хита Да Да ладно Давай Под Сопресс Попади Попади Дезориентированный Мутон Попадает Человек С полуукрытием Под Сопресс Это было Вообще Бомба Так Это не план Стреляет По По Бески Бески Выживает Но сейчас Будет проще Конечно Там Overwatch Кого-то Да Да Overwatch Левого Мутона В принципе У нас есть Товарищ Который Специализируется На этом Типе Давай Десяточку Сняли Наблюдение Сняли Да Правда Я без Аккульты Остался Нормально Ничего страшного Только Пистолет Невероятность Такая Невероятная Что просто Удаляй Там у Т Откатилось Все что Могло Откатиться Она Причем Один на Один Видит Всех Кроме Одного Это Очень Хорошо Сначала Руки Молнии По одному Солдату 80% Раз Далее Обычные Выстрелы С пистолетом По нему Это два Жет Просто Буду делать Снайперов Буду делать Таких всех И еще Одна Обилка Раз Два Три Раз Два Промах Три Убей Этого Да Там полное Укрытие На самом деле Говорят Гуф Давайте Стоп Старт Сделаем Продолжение следует Продолжение следует... 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 да зарезать можно спокойно только спулить пак правда можно но как бы раз готова последний два серьезнейших ранения возможно стоит возможно стоит бог аспирант нарезал смотреть больше всего урона больше всего так чаще всего под огнем проекция маяка имитатора это вим пацаны вим маячок тащит не маячок и мясорубка надо вот найти просто бежать наверное штурмовиком в толпе не врагов и кидать рядом не не в толпе надо чтобы они оббегали нужно чтобы за фулл кавером стоял один и за фулл кавером стоял второй и все да зато никого не потеряли это конечно плюс возвращаемся повышение вроде бы не было никаких да так и есть мозг кодексом приклад обычный инжа дали инж инж-инж-инж-инж верка . скорее всего давить да да так во-первых я хотел я хотел посмотреть что мне посплав но лица посплаву набос вскрытие сделаем все лаборатория до на черный рынок может залететь и надо возвращаться и регион подключать скрыли щитоносца что экспериментальная броня толкнул на идею разработка жилета усиленного трофейными лериями ядрами но это жилет который дополнительную чек вставляется вайпер мгновенном новый проект военно-полевая медицина об использовать в аптечках она понятно как фигмены короче говоря с 4 до 6 архонов скрываем 40 кристаллов и лере с ума с этим что у нас по зоне испытаний опа вайпер впрыскивает яд бла-бла-бла-бла можно изолировать заметно повышая свертываемость при ранении это уже делается экзокостюм сплавы паук сплавы броню горит обязательно попробуй экспериментал очка вообще халява и лере есть смотреть бы на неё гранаты тоже изучаем насколько я помню она рандомные точно я понял гренки обязательно нужны для того чтобы хэвику давать итак что у нас полглевые за поддержал ваш канал на сумму 228 228 михаил переучи штурмана 2 инвиза им подсвечивает для снайперов главное в инвизе кури по голубеньким не парням клеткам и прячься чтоб враги не обошлись фланга когда они в твоей голубой зоне одна проблема мне снайперы только один с общим видом унифанды стресс холли ранения арцовское ранение короче у меня снайпер пистолетный ключевой разведданные секундочку я в контакт до устанавливал это раз но попутно еще залечу на черный рынок много времени должно занять один два три четыре пять нехило так заняла и как-то перещелкивать еще труп вайпера труп пархонта продаем труп вайпера по десяточки не хочу труп архонта продавать хочу посмотреть может что что есть толковая ультраподвижность сплавы можно взять за разведданные я думаю это правильно наш поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ну бы в партизанскую школу забываешь садить мне нет а есть там учится же кто-то там учится кто-то сейчас проверим вообще ультраподвижность это вроде как третий модификатор 8 часов горит на взлет посадку погодите секундочку во первых я реально проверю в партизанской школе да похоже что тут никого а я пёт петра хотел туда переназерым сделаем не ошибемся так теперь надо было вообще делать а можно ли поменять местами проекты в цехе что я тут закинул дофига всего мне вы плазменную гранату сделать справа можно какие видимо надо выйти вот так вот а вау выше можно ниже класс так плазменная граната до об 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 на из круто полный менеджмент понимаете полный засада развед данные нет я лучше лучше при джоне еще один сектор рус подчеркивание брейн поддержал ваш понеслась ему 100 рублей а но 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 все лаборатория что мы можем сделать все лаби первый раз построил новобранцы больше превратить в опаснейшего psy агента на защиту все лабораторию дополнительного инженера снизит так увеличивать скорость локи пошел а можно только только новобранцы что ли только новобранец тренируется как пси а вы марию и и 2 ячейка а это все отдельный класс хорошо вы мария все они 5 класс класс просто класс как там бойцы 456 дней плохо 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 ладно присоединяем регион вроде бы живем пока еще готов контакт доступ появился но мне сейчас нужно вот этот контакт установить правда у меня ограничение хочу бонус просто получить от северной америки а это персональные боевые модули и улучшение оружия топич просто но для этого мне необходимо отправить сюда инжа убираем соответственно игоря утки нам да нет не туда нет 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 петр ты уже хэвик все ничего не сделать плюс 4 что плюс 4 ничего себе то есть одна станция связи тебе нужно просто и все а дальше вопрос в инжах исключительно я в шоке просто да разве данные есть поехали контакт устанавливать денег маловато там скоро этот закончится и на месяц и будет лететь как будет пацаны о рейд это бабло напасть на транспорт до после этого миссию будем делать как ребята вернуться так а гренки там не успели сделать нет дмитрий михайлов и поме понимаете ранение 12 дня это капец ладно маяк-имитатор спица еще нет аптечек нет попадутся мэки я офигея ладно кто есть два снайпера штурмовик хэвик неплохо я считаю вот такие вот патроны нужны короче реально в этом литейном цехе в зоне испытаний в новой нужно постоянно есть есть и лириум штамповать пусть и рандомные но вот эти вот штуки там либо боеприпасы либо бомбы потому что вот одна такая хрень которая увеличивает крит на 20 процентов и урон открытая просто колоссально усиливает бойца полетели модификаторы пока ставить не буду особенно леммингов учитывая то что надо регион подцепить а потом уже меняется крутить вертеть бурбери говорит это ваншот ну понятно бурбери конечно хорош но ликвидируйте врагов и материалы со станции дмитрий михайлов такая плоская у него прическа конечно да рада я буду сейчас в этом цехе штамповать реально патроны и гранаты до дома помрачения пока если лирий надо это делать так во первых нет ограничения на ходы во вторых у нас маскировка в третьих возвышение что очень 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 радует прям поэтому я просто побежал как же тут хорошо браток встанет а он вижу же пачок внизу как раз наоборот нормальных укрытий вообще нет причем там кодекс стоит что я бы оставил я бы оставил пацанов здесь бэске бы агрил силу буду увидит получше кодекс если кто это но это пулит сразу сразу капец мэка я пустой причем трехарморный майк это нового уровня мэк так а давай-ка тогда мы маячок поставим еще посмотрим может разве разбегутся как она стрейфуется клево рус подчеркивание брейн поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша хочу пожелать тебе счастья добра удачи смеха радости любви достатка уважения здоровье тепла красоты облегчение помощи веселья улыбок света удовольствия ну спасибо уходит один пак назад поэтому скорее всего тогда я буду заряжать заряжать ядом да хорошо же зайдет и как сообщат лично зайдет а более бронированных я думаю здесь не будет уже как бы и так такой пак с давай ну повыше вот так вот давай поехали бам бам минус брони 2 кислотой спалились а мы как это серьезный да это новая версия мэка overwatch да ладно ребята что браток стреляет минус один это все да это все overwatch повышение получил зато бред окей я предлагаю просто просто блин вот маяк же надо делать да потому что хотя нет overwatch же есть беску будет мочить мэк слушай не жалей маячок сейчас еще один пак появится в конце этого хода ты офигеешь поехали травим травим а вот и пак но это не то хотя overwatch срабатывает успеваем 8 хитов сразу промах ну там клон же должен быть в общем у кодексом так он пошел неплохо да мэк пошел еще один over take стреляет из винтовочки конечно же хорошо 6 урона мимо брони он подходит полу укрытия попадает на 9 это тоже действует гад ну а какая разница не маяк безусловно не зря тем более видите он еще пережил выстрел один а меком протокол нападения офигач так я еще раз повторю у меня два специалиста лечатся какой протокол нападения к черту спасибо конечно за совет но ее мое это же ахтейка видит только одного ну в принципе хорошо мы тут разруливаем и так это скорее всего раз ну в смысле ой я не ожидал что ты убьешь скрита плохо тогда я не буду руки молнии делать да потому что смысла нет она начала процесс крит 40 понимаете крит 40 на минус мэк скоро у нее звание топовое будет здесь мы обходим скорее всего просто рубанем раз здесь с очень высокой вероятностью рубим два 80 процентов тут сережей или дмитрием не лучше аспирантом на самом деле пусть лучше прокачается это два о и лук сразу собираем нет еще не макс звание это еще одно звание ей нужно что у нас тут ядро кэш данных развед данные два ядра ибо еще в школе офицеров было ну материалы там нужны для того чтобы и 3 на овервотч еще осталось прикиньте ой справа сектоид стоп я сектоид даже не убил что то я забыл про него сопротивление хорошо я предлагаю метку и спокойно добить аспиранта вызвали ли из плена он направился это было было прошлое трансляция на сумму 150 рублей миша желаю о хорошо мега второго уровня . . . . . . и на чумандер хикс чем чумандер меня конечно поражает как как и вон этот мужик озвучивает икс чем ну и уже икс ком на чумандера это конечно это топич так это два пака да два пака два пака два пака да все отлично подтягиваем аспиранта у него есть маяк тут много у кого есть маяк ой спулил торопился о турелька а я без спецов ой эхэхэх ладно стреляем там уже четыре армора у тяжелой турели капец полчаса я ее буду мочить хоть снайперы есть тэй тридцатипроцентный крит вообще дает вот эти патроны они вот вот просто эти исследования в зоне испытаний они реально топич то есть ты за один элерией и там условное количество материалов получаешь предмет уникальный по сути ну как уникальный который ну ты не теряешь в общем то можешь использовать но в единичном экземпляре но он реально очень сильно помогает очень-очень подходим 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 через оверроча чтобы не сильно потом поэтому постройка зоны испытаний было самым первым зданием ты решил так в другом я ж не знал так опачки а куда нам идти то где маркер вообще здесь тупичок ну похоже нам куда-то в это строение они показывают может быть в это кстати спулили кто офицеры милишник не серьезно стояток опа вот это уже другое дело змея и кажется там мутон да мутон ой хуже всего здесь эта позиция что они ну хотя нет нормально проживем маячок есть живем значит я бы гренку кинуть у сережек есть обычная граната он ее в теории может закинуть да да как угодно вообще только не достанет не хочу ближе бежать тут фланг ладно давай мутоны тогда в первую очередь вообще милишник она была в первую очередь не мутон мутона укрытие плюс еще армор поехали ну я не хочу лезть резать это все мутоны сейчас подставили просто браток теперь по мутону 72 аспирант судя по всему нет аспирантов хорошо бы конечно а он может рядом с собой кинуть маяк точно так будем ли гренку кидать в левых товарищей а как тейтом готовы пострелять подойдет и выстрелит ну хорошо тогда бэску я подвожу вот сюда ориентировочно снимаю укрытие уже еще у двух левых эти милишник тоже важен тем более а не достаю давайте вот так вот еще стенку сниму двух задену укрытие у двоих задену выстрел должен получиться хорош да только нет я каждый спохерил немножко полутицки ну хорошо сколько у нас целей четыре цели да Вероятность, конечно, печальная Давай так, раз Крид сразу на 6 Ух ты, молодец И давай еще чуть-чуть выстрелов Раз Минус 1 Мимо по второму Мимо по третьему Попало по четвертому Нормально Интересно, что там за Так, аспирант ориентировочно идет сюда И делает голограмму как-нибудь вот так вот Чтоб милишник пробегал мимо Попал бы под удар О, ты же флангуешь Димон, давай Хорош Как-то я забыл про Димку Михайлова Левелап Левелап не работает браток стреляет большую вероятность на попадание мажет естественно подходят ну не сюда ну ё-моё ну как так ты отбегаешься чё с этой страны-то ну весь план не испортил на мясорубку о нет змея-то чего димку притащила обвела гадюка смотрите какая змея бессмертный зафиксирован давай меткий глаз 87 с повышенным урона с подчеркивание браин поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ч чабыча чада чума чай черепица черпак чепуха чипец черт че-то чтец член чурок 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 черба ну как бы чушь чем предложение например чишет не просит чешуя чурка чурчур мандер господи этого еще не хватало мне короче да как 93 сережа ох на дмитрия михайлова спасать гарантированным болин ой как он фокус мидом Здесь мы точно тейкой кинем последний маяк, поставим ему где-нибудь вот так вот, вот так вот скорее. Он будет видеть все. Единственное, что избавиться бы от этого упыря. Но так просто не сделать. Атейка, кстати, может пострелять по... Нет, не может. Так, давай пистоль раз. Крит на пять. Хорош. И маяк, который я не докинул до нужного места, к сожалению, это очень-очень-очень-очень плохо. Просто очень плохо. Рискуем. Ну, там Дмитрий Михайлов подставляется на самом деле. Дмитрий Михайлов добивает... Наверное, змею все-таки. Она стоит неадекватно абсолютно. И с богом. Ранение у Димки Михайлова. Мы спулили еще пак, а то и два. Я не знаю, что это... Сколько их там? Вроде это один пак из четырех человек. Подбегает мутон. Стреляет по иллюзиям. Мимо! О! Пошло возгорание. Ох, это щит, да? Который время потерял. Это обычный солдат улучшенный. Тоже на иллюзию. Бимбовая штука, ее фиксить будут. С ней как раз значительно проще проходить. Даже специальные ивенты нужно на безликих оставлять. Чтобы пораньше больше трупов безликих было. И ты смог построить побольше... Побольше смог построить... Вообще ни о чем. Пацаны просто целый ход потратили на одну способность. На один предмет. Обидно. А у меня еще есть. Правда, у братка. Тут флангами подставлялись. Слушайте, а если я аспиранты, например, поставлю в самую гущу. Вот сюда вот. К двум. Чтобы он там резал. Как... Как... Ну, вы понимаете. То есть подходим вот так вот, например. Можно по мутончику стрельнуть. Лучше, наверное, этого штампануть. Давай. Это раз. Двоих он типа режет на пассивочки. Главное сделать так, чтобы они увидели этот маяк. Так, ладно. Из пистолета это точно раз. Это, скорее всего, два. Чтобы гарантированно с овера добить. Шесть урона. Офигеть, как она стреляет с крита. Здесь попробуем докинуть. Но учитывая то, что... Тейка видела. Значит, они тоже увидят голограмму. И побегут, соответственно. Так, кого ты видишь? Что, 88? А, это кто? Ой, там же еще щитоносец есть. А вот щитоносец это реально проблема. Как-то я про нее совсем забыл. Я, конечно, могу флангоносить, но это дичь какая-то. Ну, Дмитрий Михайлов прикрывает. Аспиранты, потому что, ну... А как иначе? Попробуем Беской увеличить урон по третьим целям. Просто меточку поставим. Глядишь, еще попадем, армор снимем. Попали, сняли армор. Это как раз под выстрел Дмитрия Михайлова с фланга, чтобы повысить вероятность. Сережа, Сережа. Что же может Сережа, этот смертник? Мутон как? Мутон живец, жизнь бурят. Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Пословица со словом Ссора Потап и Настя. Все пучком проверка распотребнодзора, как правильно вязать крючком ремонт компьютеров. Кузьминки, постапокалипсис, картинки Марк Энтони, Хлоя, Грин, татуировки для мужчин, морепродукты, стерияки, утюг, картинки для детей, чередование корней. Круто-круто. Точность, конечно, печальная. Я бы порезал мутона, но мне кажется, что он меня сам порежет. Лучше подойду поближе. Так я подставляюсь, капец. Не, режь мутона, чего? Вообще верняк. Сережа, давай, мутоны нам нипочем. Конечно же. Ой, блин. Ай, черт, Сережа, Сережа. Ладно, с богом. Видите иллюзию? Не видите? Смотрим. Да ладно! Мясорубка, раз! Ну мало. Держись, аспирант, держись! Держись! Там иллюзия, смотри. Ой, капец. Ой, капец. Один клюнул на голограмму. А вот мутон, скотина. Может, из-за того, что я перегородил... Ну а где... А, там углушение, я понял. Пошла аркада, я-мое. А кто там еще? Я не понял. Там кто-то ходит. Так, аспирант. Давай-ка так. Ну, у него есть запас из-за брони. Слава богу. Дмитрий Михайлов идет. Нет, давайте не будем Дмитрием Михайловым качаться. Лучше бравых офицеров. Это раз. Тейку, тейку. И, например, братка. Хотя браток вроде ловлапнулся. Есть инфа, что... Да, давай по этому. Гарантированно попарем. Да! Опять ранение. Опять двойка. Надо убрать голограмму у снайпера. У братка это вообще глупость была такая. Три ранения. Три, три. Ну, там два человека на замену, так что... Ранение Дмитрия Михайлова пофиг. А вот аспирант зря потерпел. Ну, ничего. У нас, повторюсь, есть замена. Все довольны, улыбаются. Браток с моноклем. Сережа, конечно же, не порезал мутоном. И нам должны дать материалов, сплавов и прочего. Давайте, ловлап. Ловлап у снайпера. У братка ловлап. Ему дали амортизирующую подкладку. Ваша экипировка содержит дополнительные слои, которые добавляют дополнительную единицу брони, снижают урон от взрывов. Снайперу топ способность. Топ. Хэвичевская способность. Ну и зону поражения берем. От невета выстрел по противнику, который попытается двинуться, стрелять в поле зрения. Да. 92, точность, плюс 10. Дмитрий Михайлов будет фантомом. Попробую эту ветку. Ядро 4 штуки. Кэш. Кстати, кэш данных. Можно исследовать сразу же. Да, у нас мало народа. Лерий можно исследовать. Это, кажется, крупная штука. Разведданные мне пока не нужны. Да, братку обязательно нужно апдейты сделать. Но лучше попробовать сначала до следующей миссии регион подключить еще один. Успеем ли мы? Разведданные. Здесь мы бросили 5 дней, да? Да, надо, конечно, сюда лететь. Подключать регион, получать бонус. И как пацаны вылечиться, хотя бы через, ну, 2-3 дня лететь на этот завод. Арцовская вернулась. Плазменные гранаты есть! Там есть плазменные гранаты, фугасные, обладающие более мощной, энергетические, больше урона, чем стандартные осколочные. Улучшенная взрывчатка. Улучшить весь арсенал. Улучшенная взрывчатка. На основе навещающей технологии. Кажется, это на все гранаты подействует улучшенная взрывчатка. Поэтому, возможно, ее стоит как раз делать. Броня делается, граната делается. 11 дней. Экзокостюм. Тяжелая броня. 5 дней быстро делается. Сейчас, подождите, я подниму его только повыше. 5 дней всего. Это... Да, хорошо. 600. Капитан Эмма Робертс и доктора Даля. Через одну неделю пришельцы попытаются уничтожить XCOM, применяя грубую силу. Больше солдат. Адвент вкладывает средства... Разве данные будем открывать? Вот эту вот штуку. Да, давай, откроем. Сложно заставить расплох. Экипировка, док-броня. Посмотрим. Материалов 600 игнорим пока что. Пробуем подключить. Петр, 74 РУС. Кудряшов, помощник в чатике. Стал гренадером запасным. Мария Кузнецова осталась. Пусть будет снайпером. Привет, EXW2. Есть! Подключили регион. О, это крутая штука. Не забрали поставку, да я в курсе. Во-первых, у нас теперь строгая экономия. Персональные боевые модули и улучшения можно использовать повторно. Я, наверное, полечу за ресурсами. Недалеко и бабло. И пока миссии нет, там аспирант лечится. Сейчас возьмем бабло. Оно позволит нам... Возможно взять нового инжа или там ученого. Экзокостюм. Тяжелая броня сочетает бронепластины с усиленным экзоскелетом. Обеспечивая серьезную защиту. Позволяет установить в руки ракетомет. Если продолжить исследование, то можно разработать расширение выборов тяжелого оружия. Экспериментальное тяжелое оружие. Это у меня пока делается. Вскрытие Архонта завершено. Терморезак. Это для милишника, видимо. Да. Представляет собой нагреваемый плазменный металлический сердечник. Так, давайте развед... Нет, разведданные долго. Давайте обломки турели. Три дня изи просто. Это ты придумал этих работ в пятницу проводить? Конечно, я. Опа. Аватар активизировался. Что, единичка? Станция перешельцев готова. Собрали все ресурсы. И новый персонал. Давайте слетаем все-таки. Близко, в общем-то. Так, ребята, я беру снайпа. Во-первых, потому что Капрал. И во-вторых, потому что я хочу снайпера нового брать. Короче. Ученые же говорят. Ученые нормально все. Снайпер берут. Ой, капитан, а не Капрал. Да, повыше звание. Гранатомет покупать будешь? Так он же быстро покупается. Тут же вопрос в другом. Сначала посмотрел снайпера. Флэш-рояль. Что? Капрал, а не капитан. Отлично снайпер, блин, купил. С первым званием. Хотя меткость. Не, может оно откроется. Да, фух. Класс. Все. Я уж вообще... Улучшение оружия. Учитывая то, что это пистоль. Не столь важно. Вот персональный боевой модуль. Был бы полезен, конечно. Так, давайте в инженерном посмотрим в зоне испытания, что у нас делается. Протокол синий экран, боеприпасы, броня, еще граната. Так, за костюм мы, получается, уже сделали, да? Один. А где бэскет? А вот он. Вот он. Здоровье 5, броня 1. То есть у Хэвика появляется реально броня. И... Изначально доступен только ракетомет за неиспит... Понятно. У-у-у! Настоящий экзо-костюм. Очень круто. Пулемет только надо заменить. И ракетомет. Ракетная установка появилась сверху, за плечом. Посмотрите. Урон 4.7. Одна штука. Выстрел за ракетомет и расходует сразу два действия. Возможно, только один раз за данью. Его модификацию можно использовать любой солдат, нанесущий тяжелую броню. И плазменная граната улучшенная. 5-6 урон. Броне урон. Двойка. Какой ядовитый. Просто круче, чем осколочный. Вот это тяж. Вот это я понимаю. Супер. Хорошо. И... Но он только в одном экземпляре, насколько я понимаю, да? То есть мы не сможем взять и как бы все ходить. Да. Так это правильно. У него вообще один основной тяж, поэтому лучше... Сперком Хэвик тратит полхода на него. Ясно. А что же еще интересно в этом зоне испытаний? Ну, у меня месяц расписан. Какой-то протокол, синий экран, непонятно что. Костюм паук можно с крюком сделать. Типа снайперу дать. Или штурмовику. Психо второго поставь обучаться, у меня же еще... Да ладно. Так, а давай-ка назад. Я же могу просто вот отсюда выйти. Еще учатся же. Один день. Мария Шишина учится. Так, бонус есть. Здесь за разведданными можно слетать. Может быть, имеет смысл, кстати, вышку поставить. Или здесь. Здесь вряд ли. Не, надо наверх идти. А что за бонус у нас? Сейчас в Азии разведданных больше. А тут... В погоне за знанием. Лаборатория. Ясно. Ну, идем в общем базе. Тогда, пожалуй, полетим ставить вышку. Да, полетим ставить вышку. Как бонус за Америку не работает? А, там вышку надо сделать сначала. Еще одну. И вот отсюда вообще лететь. Короче, здесь вышку нужно ставить. Да, ты правы. Для того, чтобы бонус работал, недостаточно три страны захватить. Нужно еще вышку построить. Одну, по крайней мере, ретрансляционную. Ну и мне, в общем-то, все равно, с какой страны попытаться. Еще один объект. Аватар. Евно-Америка. Угроза победа. Все, пошел обратный отчет. У меня есть возможность. Все нормально, короче. Не кипишуем. Все по плану. Мария. Псих появился первый. Безумие. Ослабляющая телепатическая атака, которая может вызвать различные негативные состояния. Продолжить обучение. Конечно же. Вау. Псионикс может быть называемым лучшим алиэромом. Угроза победа. Угроза победа. Угроза победа. Угроза победа. Угроза победа. Ничего себе. Псионика 50. Может получить... Продолжить обучение, что повысить свое звание, получить способность... Ага. Тренировка. Мечения, если не получили ранения. Окей. И тут другие способности псиагента. Крепость. Доминирование. Или нулевой удар. Крепость. Не восприимчив огню, яду, кислоте. Забей. Доминирование. Постоянный контроль над разумом врага. В ходе задания только одно доминирование. Провоцирует луч страшной силы, ненастоящий урон каждой цели, через которую проходит. Несколько врагов или препятствий. Но я доминирование хочу, на самом деле. Попробую для начала. Так, а сколько аспирант будет еще учиться? В смысле, лечиться. А все уже? Все готовы? Так может, на миссию полетим? Все готовы. Единственное, что может пригодиться, это как раз пара бафов в зоне испытаний. Хотя вряд ли. Надо лететь, короче говоря. Сейчас один день подождем. Поломка турели, и следом не завершено, что даст защитная матрица. Защитная матрица использует трофейные турели в автоматическом режиме на случай наземного нападения на мститель. Кэш данных или Эллерий. Кэш данных мне нужен. Да, мне нужен сначала кэш. Все, полетели на миссию, хватит. А то аватар тут как бы... Или все-таки... Или все-таки... Даже дожмем, чтобы модификаторы... Дожмем. Синий экран. Разработка завершена. Что это такое? Электромагнитные гранаты выводят из строя электронную систему механических врагов на все серьезный урон с некоторой вероятностью лишая их боеспособности на какое-то время. Понятно. Патроны синий экран. Названные в честь необъяснимого компьютерного феномена до военных лет. Патроны синий экран. Классная шутка, да? Сеют хаос в электросхемах противника. Ой, господи! Все, я полетел. Да, синий экран смерти тот самый виндовский. Че, лететь надо? Эй, а че, я не могу сюда прилететь? Я же могу сюда прилететь. У меня же открытый был этот ивент был открытый. Какого лешего? Вот здесь надо нажать, да, видимо? Вот. А так не тыкается. Хитро придумала, блин. Короче, сейчас мы берем топовых бойцов, закупаем их там по максимуму. У нас обновленные гренки, у нас обновленный рокетмен. Беса такая на паука, похоже. Так, специалисту конечно же мы даем бур. Это раз. И хил. Это два. А, это Женька. У Женьки как раз не хил. Женька пусть возьмет маяк. Это да. Это да. Это чушь. Даже так будет лучше. А это кто такой? Черный записался у нас. Конечно, берем Холли. Ей даем аптечку. Синий кран, говорит, возьми, раз уж есть. Сейчас посмотрим. Это надо купить его. Давайте попробуем попроизводить предметы. Что у нас на выборе есть в данный момент? М граната есть. О, можем терморезак взять. Или сделать улучшенный гранатомет. Вообще халява. Улучшенный гранатомет стоит дешево. Ну как, 80 материалов и 20 плавов. А это 200 того. 35 лерий, сплавы. Короче, жуть. Давайте гранатомет. Раз. Патроны. Электросхемы. Надо пробовать тоже. Психучится еще. Так, а давайте-ка попробуем братку вместо сканера. Как раз патрон. Эти патроны обладают разрешительным электромагнитным, что делает крайне эффективным против роботов. Без подробностей, да? И еще нужно взять один маяк-имитатор. Возьму вот холи. Маяки топишь. А, плюс 5 урона по роботам? Ну это хорошо как раз для братка. Ему... У него большинство вещей не юзается, ну из-за того, что он как бы рейнджевик не докидывает просто. Специалисты молодцы. А по взлому уровень какой? 65, да? А у Женьки-то 75. Я лучше все-таки поменяюсь. Да, поменяюсь. Почему-то поменяюсь. Все правильно стоит. 75 плюс 20. Я понял. Я понял. Так, подчеркивание, Арт поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша. Да. Не бери бесполезный бур. Он не дает тебе плюс к взлому. Второе. Психа можно на каждую миссию брать. Обучение не пропадает. Третье. Поформи патроны еще. Как не дает бонуса плюс 20? Психа не взял, потому что молодой и учиться им нужно. Изложите заряд, покиньте зону операции. Неплохо мы продвинулись. А, бонус от Гремлина. Я понял. Окей. Я понял. Вообще, изичная миссия. Просто самая легкая. Самая... Самая легкая миссия. Вообще-то. Пацаны. Так, а что у тебя? Стресс. Стресс это опасно. Выставляем братка раз. Что видим? Ха! Ой, вот у братка появилась же еще обилка, да? Вот он. Зона поражения. Достаточно очков действия. Я понял. Далее. Фул, фул, фул. Изи. Просто изи. Это раз. Кто еще там, может, будет? Я же говорю, изим. Понятно. Похожу. Открываю. Я же говорю. Так, и ты забыл же Работаем Так, офицер, милишник и обычный Ой-ой-ой, фланг может быть Не-не-не, не дойдут, не дойдут, стоп Изи Подчеркивание, Бендер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Меня то добавь в отряд Равно я Бендер, ну У нас по-другому добавление осуществляется А, вот оно как Смотрите, можно Класс Вы видели? Ставишь конусы, если они действуют То как бы все, гг, пгг Так, хватит Инициируй Зачем тебе Рокет тратит против этих упырей? До дальних докинешь? Почти Двигаться не можешь? Не могу Не могу Просто стреляй Работаем, пацаны Это раз Что-то ты больно спокойный, я вижу Это два Справа должны тоже встрепенуться барсуки Да, пожалуйста И тут как бы Браток должен сейчас пострелять неплохо Раз Мимо Еще будет? Эй Как так? А, не Пострелял Смотрите У правого тоже снялось Не показали анимации Что пострелял Он Промазал и два раза попал Чертовы баги Неплохо Так, давай, да Сначала этого Изничтожим Это раз Это Два Это три Бах, бах, бах Раз Два И трис Так И Там что-то посыпалось Вы слышали Не-не-не Какой рейнджер? Вы что? Какая эвакуация? С ума сошли Вот так вот А почему не пострелял Сначала Мог овервотч еще поставить Мог защитную матрицу сделать Ладно, пацаны бегут Пацаны думают, что это Нормальная цель Для атаки Не будем их расстраивать Пламенный привет Милишнику Который к нам идет Иди ближе Ближе давай Как раз тут Аспиранта тут И третий Ну не халява ли? Халява, я считаю Моя коммитатор Нужно резать Вообще забей Просто Да что ты тут Пальцем показываешь Сейчас покажем Все как надо Я подойду Да не подходи Ты и так убьешь Нет, подойди Это раз Это два Почти Планилия сработала Так, браток перезаряжается И стреляет из пистолета Поэтому Хорош Здесь можно Протокол защиты Но Ой, протокол нападения Но учитывая то, что я могу Поставить метку сначала В этого упыря Снести два хита Или попасть Просто и убить его сразу Минус два пака на старте Ну правда слабенький Патя На самом деле Учитывая то, что у нас Есть с вами Свободное время Я предлагаю Спокойно Перезарядиться Никуда не торопимся Миссия важная Миссия адвентовская Поэтому чередуем Перезарядку С Overwatch Да, снайпу нужно плюс два патрона делать Конечно же Что-то мне не подходит Ни фига Так Ладно, ты и подходит Первый Увидела Опа Уже потро и начали ходить Оф, ты ж яжик Да, это ломать надо По-любому ломать А сюда лучше Ядовитую грязь Кинуть Они кучно легли Да, очень хорошо Кучно Женька уже может Сломать Попытаться Но Ломание Туретки И ломание Мутонов Это два разных Ломания Что-то я неудачно встал А так не докинешь Ну нет Ладно, поехали Аркада Инфа Соточка Раз Должно быть По броне Хорошо Минус вся броня И потравим их еще Пять Пять Шесть Кто-то даже не доживет До До конца Холли пробует Тяжелую турель сломать Но лучше, чтобы Женька это пробовала На самом деле Потому что у Женьки Скилл ухта выше Я плазменную кинул, говорят Они ядовитую Капец Турель не сломали Но помню, что у нас Действительно есть У братка Патроны специальные 11-13 Давай, это особо Давай, 70% Просто попади Запускаю протокол Блокировки Попробуем Наверное Ее просто заблочить Могли взять под контроль Чем не было Да Я ждала вас Мистер Твистер Да Короче, у меня два человека На На нам Ладно, одного мутона Скорее всего мы убьем Аспирант весьма точный Какое? Откуда? Я же Лучше уж Пусть Тей стрельнет Ой, я не ту грянку кинул Ладно, маячок Тогда Что ж тут поделать Раз Надо было еще протокол Защиты сделать на Т И я снова забыл Про это действие О, хороша Кретанула Убила мутона Короче, туретку вырубили В следующий ход Я попробую ее все-таки захватить Хотя протокол блокировки Кажется С КД В Четыре хода Турелька отключена Ну мы ее братком Пулями снимем Ну я бы хотел Не трогай, не трогай его Выжил, хорошо Там просто без укрытия стоит Товарищ Всю игру ломает На самом деле Маяк Имитатор Уже даже париться Не нужно по поводу укрытий Если у тебя он есть Ну что теперь Теперь работаем Тут как бы Вариантов-то немного Первый Браток пусть по туретке стреляет Ну 70 Попытка не пытка Хорош Просто сразу ломает Очень классно Кого качаем Давайте Т ищем Не, не снайперская Пистолет, конечно же О, лут Мне сейчас лут очень нужен Подходим раз Подходим два Подходим на немножко Берем лут Что у нас там Ядро Иллери Модифицированная настройка спуска И модифицированная настройка спуска Если улучшение установлено Добавляет небольшой шанс Что выстрел не из-за расхода и действия Поцентов по 10, кажется Не самое то, что мне нужно, конечно Ну хотя Учитывая то, что сейчас Все равно Как мы поставим вышку В этом регионе И все равно У нас будут эти Модификаторы сохраняться И можем их тасовать Как угодно Проверять Так, а нам уже сюда Что-то как-то По сравнению с прошлой миссией Кодекс Кодексовской Это пока не представляет Серьезной опасностью Сложность, точнее Не вызывает Подходим Смотрим, кто внутри Внутри, кроме Ой, змея наверху Вижу хвост Вон А вот и кодекс Глазады И две змеи Окей Эту змею мы флангуем Вообще, Быске Надо смелее Танковать В нее Ой, классно Я вообще подошел Просто топич Не проверил Видно, не видно И получилось, что Фигня Может, и не двигаться Тогда будет бонус Так, а если Конус Очень хорошо Давай так Браток закрывает Всех троих Я бы, конечно Протокол защиты Заюзал Протокол помощи Он модифицированный Как раз ставим Тэки Его Рокетом хоть раз Полыз Будет, будет Ваш рокет Аспирант За фулкавер Ладно, Холли тоже За фулкавер Не буду я тратить Пока что этот Попробуем на овервочи Половить Поехали Ой, опасно Телепорт От кодекса Стреляет Павел Рюмин Ой, Павел Рюмин Браток стреляет Бах 13 сразу Нет кодекса Был и нет Слушайте, а может Кодекс Это механика Вообще Еще один овервоч Халява Какая дешевая Посмотрите Ну, промазал И тут Тэй В ответ В действии 4 Капец Вытаскивают Тэй Ой, не Тэй Утащили Холли И еще разок Павел Кузнецов Блин, это такая халява Ну, снайпер с общим видом Только вот после После этого Навыка начинает решать Тут, естественно, еще Тэйка стреляет Трехи там Маловато будет Уклонеет Царапину Нет, 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 нет Нет, нет, нет Нет, нет, нет Травила еще Скотина Ну, там медикит Вообще Она должна быть Должна сопротивляться Отравлению Что и происходит Насколько я вижу Слушай, давай резать просто Поехали Аспирант летит Да, ё-моё Но он оглушил Зато Отсюда увидим Здесь точно нужно Модификатор будет ставить Холли добивает Эту неудачливую змею Повышение получает Ах, я бы тут протоколом Все-таки его Мочканул Здесь поставил бы Меточку И попробовал Тей добить Два хита гарантированно Тей вообще Из винтовки убьет Ну, потому что Гарантированный урон Возможностей Очень много сейчас У пацанов Поэтому Давай снайперский Чтобы прям точно попал Добро Так, это четвертый пак Получается, да? Раз, два, три Турель И четыре Так, подкрепа Пофармим Подкрепу Изим Изим Аспирант Подходит Поближе Раз У братка Скилл На КД Надеюсь Женя Гусева Сюда Ой, слушайте Я же мог Аспирантам Подбежать Прямо И мясорубку Устроить Там Дичь Это вообще Какие-то Безумные Штуки Протокол Помощи Сделаем Да, давай Тейп Она точно Стреляет Плюс у нее Есть еще Так, бескут За full cover Колограммы делать Не буду Потому что Мне все равно Ход в запас Стоит ли Овер делать Или Перезарядиться И овер Пистолетный Лучше так Перез Нет Лучше просто Овер Ждем Идет Бессан Но у нас Не раненых Ничего вообще Все готовы Все молодцы Все способны Ох Мэг Милишный Ну Мэг Это опасно Но мы его Сломать можем Мы его можем Овервотч У Мэка Эти Несмышленые Побежали Раз Два Три Мимо Четыре Метку Слоу почту И Еще Браток Бах Хорош Милишный Минус сразу Надо будет Сейчас Бронь Снять Хэвиком Окей Помним Про Овервотч Мэка Ломануть Можно Ну что Рокет Делаем Или Кислотную Рокет Рокет И снимем Еще Укрытие Кажется У Леминга Да Поехали Вам не промахнись О, нифига Себе Минус две брони Минус половина ХП Вообще Как угодно Можно мочить 99 Су 75 Да Вообще Как угодно Вообще Как угодно Раз Так Овервотч Мы сняли Должны были Снять Побежали Тогда Да Е-мое Сейчас Этого Не вижу Нет Погоди Тебе Может Маяк Понадобится А что По взлому Давай Блокировочку Запустим Посмотрим Что рисковать Может Порулим Под контроль Берем Конечно Дядя Дядя Дай Прорулить Мэгом Так Что умеем Давайте Мэгом Прорулить А Типа Не его Ход Да Еще У него Есть Два Заряда Микроракет Сапресс И Механическое Шасси Этот Юнит Неуязвим Для огня И яда Ну клево Че Давай Тогда Порежем Амеком Поролем Он будет у нас Взрывчатку Закладываться Ой вы Гой Йоси Люди Русские Барив Дзес Ива Люди Мясные Расскажу Я вам Бульбалин Как Майкер Вновь Стал Великой Да Да Врагов Не Обнаружили Вокруг И Судя по всему Этот Мэк Был Последним Вовремя Я его захватил Конечно Жем Взлом Работает Ну сейчас Я мэком Побегаю Ломаем Заложили Взрывчатку Я не хочу Мэка Убивать Он такой Хороший Ну ладно 75% Капец One shot Просто С такими Патронами Скиллами Вызываем Эвакуацию Куда-нибудь Сюда Наверное Да Да Без паники Ребята Вы же Вы же Вообще Топич Отыграли Миссию С первого Трая Просто Ой Я братка Забыл Сейчас Главное Без него Не улетать Это нехорошо Получится Надо было Мэка С собой Брать Реально Там его Еще Потерроризировать Изи Изи Миссия На удивление Легко Прошла И пошла Эвакуация Убил бы Инжом Который Его Законтролил Дали бы Ачивку И он бы Не потратил Действия На это Мы уничтожили Объект Адвента Который Был важным Для проекта Аватар Соответственно Должны Снизить Ранение Все-таки Получил Должны Снизить Панику Обнулить Отчет 100% Попадание 100% Больше всего Урона Браток Начинает Наносить Вот это Да Может я Ошибся С снайпером Надо было Качать Второго Снайпера На рейнжа Раз Раз Они Такие Дикие Чаще Все Под огнем Маяк Имитатор Великолепно Вернулись Стоп При любом действии Урага Не только При движении Это оценка Угрозы Скорее всего Два протокола Возьмем Как он Аналогичный У Женьки 10% Да Отлично Инжов Инжей Свободных Нет Все вроде Идет своим чередом И нужно Вышку Сделаться Ребят Аватар Сняли Убрали На одну Единичку Всего лишь Всего лишь На единичку Надо действовать Дальше Лететь Сюда 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 А вот же Еще Может реально Вниз Лучше Слетать Но сначала В любом случае Ретранслятор Сделать Что-то не туда Ты прилетел Вась Что это такое А не Сюда Ретранслятор Все верно Смотри на объекты Внизу Это единичка Типа Это 7 А это 3 Мне сюда И нужно В общем-то Да Да Все верно Новые цели Экстремально сложно Уничтожить Ретранслятор Увеличивает Радиус Будет С этого Момента Мне Вообще Нужен Ученый И Разведданные По сути Разведданные Потому что Сейчас нужно В следующий регион Лететь Разведданных У меня 79 Броня Это не такая Сложная Миссия Ладно Поехали Так Что по Предметам Ничего По правой Психо Да 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 Можно Оставлять Лебур Захватывать Дополнительный Наверное Да Будем сейчас Захватывать Я пока Не буду Психо Брать А Хотя Я могу Взять Психо Берем Психо Можно Улучшенный Псиусилитель Сделать Наверняка Он даст Бонус Более Четко Проецировать Энергию Смотрим Смотрим Что Будет 50 Плюс 20 Психи Не получают Экспы Да Поздно Уже Так Я пока Не забыл Должен Братку Заменить Пушку Чем Модификатор На Оружии Нужны Дополнительные Заряды Слушайте А тут Модифицированный Повторитель Может я Дождусь Бонуса От Континента Чтоб Не терять Его Это Очень Крутой Баф Ай К тому Ж У меня Нет Магазина Хорошего Да Забей Бур Снять Ну как Я могу Захватить Разве Данные Дополнительные Получить Граната Тут Точно Не Нужна Ладно Имитатор 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 Поехали Сейчас будем Психов изучать Я взял Я понимаю Что псих Новичок Ни черта Не умеет Но Ликвидировать Врагов И Доклад Взять А я же разведданные Сейчас Исследования Получал Капец Ну что У меня маскировка Есть еще Перк Что Саппорт У нас Не выходит Из-за невиза 8 ходов Всего лишь Бежать Достаточно Далеко Так что Так что У нас По карте Есть Крыша По вышкам Здесь Угол Я Бачком Буду Ити По этой Улице Вперед Раз Идем Мирных Вижу Вышку Двас Бегу Ломать Не видим К сожалению У братка Позиция Хреновая Поставлю Я его На угол Подвожу Остальных На фул Посмотрим Что даст Вышка Если Ломать Будем Так Давай-ка Мне бы Развет Данных Дополнительных Или Какие-то Бонусы На исследование Солдат Получает Полную Уязвимость К следующим Двум Атакам Или Весь Отряд Давайте Солдат Ну Отряд 36% Я не на позиции Это нужно Как бы Выстраиваться Но Если Отряд Представляете Два хода Ты просто Идешь И убиваешься Или Бежишь Просто К точке Включили Еще Вышку Подходит Так Так Секунду Я Бески Лучше Подбегу Поближе Сейчас Пуля Точно Точно Там Такая площадь Огромная Это Первый Пак Слева Вот он И два Сектоида Так 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 Проток В принципе Неплохо Стоит Уже А вот Ты Я Подвел Поближе Да Добрый А вы Мария Есть Безумие Может Братка Все-таки Подвести Потому что Здесь угол Такое Что Лучше Да Лучше Вот так Чтобы У него Было Было Больше Возможности И справа Тоже Ну что Они уходят Налево Других Паков Я не вижу Поэтому Начинать Мочить Козлов Закрываем Раз И врач Не Дверг Откуда Не Пристоя Дверг 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 Что Не Наш Пристоя Дверг Не ощущение стоит торопиться давай обычную мы так справимся поехали колл конус на поле деньги на ветер из лишь раз так бегут на время хотя прошлый раз вроде он подымышал всех троих посмотрим хотя вряд ли проверишь и скорее все тут умрут 1 сектор 2 сектор твой мутон и браток так он и свинец просто уничтожили а это ход мой прочь так здесь змея и солдат офицер не нужен на овервотч ловим о браток и тут видишь а вы мария постреляла как-то мимо конечно так ну давай попробуем что за безумие у нас 6060 змею сделать безумный все усилитель вау промах не хочу я маячок из-за здесь на этих товарищей да давай так не буду тратить один на один потому что так а я же могу гарантированно это убить лучше этого падай вынужден если попаду конечно еще разок выстрелим крит хорошо так тут а или у нее гарантированная единичка кажется единичка здесь они двойкам пятерка тут вообще протокол нападения я не хочу штурмовиком бежать потому что еще два пака а цель очень близка то есть кажется что пак вообще находится вокруг этой темы просто вырубаем и всем не паримся надо идти ходов мало да давай маячок нас спасет спулили пока офицер есть попробуем взять думаю что нужным там серия проблем первая проблема чертова перезарядка так 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 да я здесь уже как бы с саппортом забегу маячок поставим это точным и нужно беску как-то прикрывать я бы на нее на всякий случай протокол накинул бы мало ли что и подбежал бы специалистам поближе с Женькой спирант ориентировочно сюда ок здесь ближе ок Женька типа должна бежать вперед давай сюда давай скан кинем вот куда-нибудь сюда меня пугает просто перспектива двигаться без разведки направо там вроде мутоны рычали мне показалось показалось это я тоже максимально близко подведу а здесь прям аккуратненько аккуратненько лучше сюда скорее всего даже маячок закидываем чтобы через окно его видели всем отлично так подходит офицер видит видит иллюзию промахивается там двое я думал это милишный нет простой тоже промах ну отлично с этим паком тоже разберемся главное вот всю вот эту вот хрень снять щит да тем более надо уголочек здания снимать хэвиком пытаться куда-нибудь туда гренку закидывать переходы до конца да хорош отвлекать так ну с этой позиции скорее всего ничего не запущу да и лучше даже вот сюда подходить да 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 подходим открываем дверь и закидываем ядовитую гренку стараясь захватить всех блин плохо у того просто бронь камни бронь нужно снимать но здесь слишком много ценных вещей да вот так со стенкой и в общем глушу главное уйди сама с дороги сейчас ожог ожог а стенка то что то не убралась блин я рассчитывал не сломает гранат кислотный говоришь что ломает так так при всем при этом нужно бежать вперед с женькой беспокоит дальний так ты давай лучше ты тогда один на один поехала раз два три и маячок поставит от дальнего ближних мы попытаемся да ладно нельзя маяк поставить после этого хорошо что у меня с запасами есть Женька бежит закидывает маяк вот сюда вот здесь мы врываемся двоих должны убивать со штурмовиком и со штурмовиком как-нибудь да давай вот у этого 82 захватил офицеров там лут выпал тут убиваем этого упыря главное что второй пак в доме не сидел хорошо блин худший расклад в общем поэтому я не люблю штурмовиков понимаете был бы перк на другой после раненга на можно было бы и вернуться я надеюсь они видят элизе им ха мимо отлично главное чтоб сейчас змеи с этим с телепорт телепорт куда повелся кажись кажись повелся они все ведутся вообще класс сейчас мы ее флангуем например братком зари змей ползет что цеплять его будешь такая халява просто удаляй маяк слотили неуязвимый просто да ругается ругается так нужно взять лут нужно сломать комп нужно свето шум кстати хорошая тема ох у братка откатилась зона поражения правда может быть им лучше вот так вот стрельный тазок по кодексу да лучше так 81 чтобы просто ваншот сделать если попадет готово добро женька в любом случае бежит что может аспиранта лучше подправить а он не успеет все равно ладно тогда режем получается да получается режем а чего так мало урона не лучше ли все таки из дробаша выстрелить лучше значительно выстрелить из дробаша даже поэтому лучше из дробаша выстрелить что напасть с ним так тут будет фланг будет давайте действуем в общем не будет флангов беда попала молодец а кто лута брать будет женька побежал надеюсь там 5 или что пока она не увидит не увидела хорошо так здесь я думаю надо кинуть рокет и не думаю что это хорошая идея но не удается задеть стоит он лучше фланганусь что тогда вместе один маячок поэтому есть еще ауты да да тогда начни с что ты можешь начать только не снайперской винтовки прошу тебя ладно давай выстрел из пистолета халявный раз щит сняли маяк имитатор я бы кинул рядом с штурмовиком его увидят все а штурмовик сможет давай кидай а штурмовик сможет свою обилку завязать да только он ходить не сможет рокет не рокет да рокет хватит думать рокет броню сломаем фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу что осталось две несчастные змеи которые а у меня же еще остается да и у меня легкий крок еще да ну ладно резать так резать уже не буду тогда змей мучить пойду лучше по-быстрому ай ну если он будет двигаться то получится тут overwatch по дефолту у специалиста как только пойдет там сразу столько это over там с мечом об хорошо и далее может конечно метнуться но он по иллюзии стрелять горит удачи ему хорошо чтобы не слить мы же сейчас забегаем я понял да 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 до времени нет я понял я даже сначала вы марии сюда забегу чтобы подсветить и женька не терять ходов я же могу я же сломать его должен то есть я должен подойти так чтобы видеть его и вызвать гремлина блин кажется так дальше злом должен появиться ну слава тебе господи ответ я же даже немножко да нужен прямой вижу что ценного у нас отъесть навык взлома перманентно увеличивается на 20 класс контакт даже не столь важен навык взлома плюс 20 это такая халява перманентно плюс 20 ну все у меня чё как 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 и пакет в порядке. Элиминайте любые остальные хостелы, близко к АО. Давай вот так вот зайдем, лук возьмем. Что у нас здесь? Ох ты! Продвинутая подвижность, 20 уклонений. Модифицированная настройка, модифицированный прицел и модифицированное автозаряжение. Аааа, хорошо. И это все накануне... Накануне перка на то, что эти модули остаются со мной всегда. Ой, тут же яд будет. Я что, отравлен? Я еще не отравлен. Давай добьем. Да ё-моё, ну как так-то, а? Давай из винтовочки лучше, чтобы урон был хороший. А то три не снесем, еще и с пистолетом взбив. Еле-еле. От винтовки уклонение царапинам. Я понял, да? Да, да. Все? С первого трая... Уже, кстати, какая миссия? Это вторая или третья миссия с первого трая на изичах. Просто изи. Броня! Иллюзии! Новые способности у пацанов. Игра очень простая. Фуллун, я не хотел заморачиваться через контрол там бежать. Как бы вообще пофиг. Если все решается выстрелом с другой позиции. Байки травят там кто кого как пристрелил. Ну, посмотрим. Были вроде повышения? У кого там? Эй, ну... Летим. Ну? Нет. Так, настройка спуска. Это... Две перезарядки. Десяточка. Двадцать уклонения. И десяточка. Ну, не топовые модули. Разведданных получили. Женечка восстановилась после этой миссии. То есть у нее мораль была нулевая после ранения. А сейчас... Сейчас классно получилось. Так, мощность Мстителя. В клинике. Нет, мне, конечно, приоритет вот эта вот штука. Готово. А, это просто снайпера. Показать бойца. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Больше в партизанской школе некого учить. Новобранцев нет. Так, а я вернула вообще Марию в школу-то. Да, она учится. Хорошо. Персонал без дела? Это кто? А, типа, на восстановлении у меня есть инж, который сейчас не нужен. Сюда пока добавлю. хорошо пока контакты с запасом три штуки энергия есть но можно еще увеличить не проблема исследования идут с все бонус от региона строгой экономик персональные боевые модули улучшение оружия можно использовать повторно а по приитетное задание демонический пролом вот да что нам налево идти надо вот к этой вот точке на трешечку два контакта или вышку пилить а уж кто я запилил стоимость контакта какая 80 вообще изи а что за бонус там кажется бонус такой шпионская сеть развед данные до бонусным окей ну поехали надо проект аватар по возможности останавливать нужно на миссии лететь хорошо отравленные патроны патроны содержит микрокапсулы с быстродействующим токсином эффективным как против людей так против биологических пришельцев они отравляют цель но если дополнительный урон один предмет отравленные патроны это вот как раз это как раз классно надо только понять какому из бойцов то есть у братка слушать а можно два типа патронов чтобы браток стрелял и нет но это невыгодно можно даже если можно то невыгодно получается нам нужен человек с пушкой который попадает который будет типа хорошо воевать против специально нужно брать какого-то или реально чередовать джемпера я потому что не знаю что будет дальше не надо мне спойлерить что там за проекты и прочее ты отдай их так на ты не будет же действовать не пистолет а говорили что будет точно 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 вы правы максимум один боеприпас доп крит крит урон или доп урон и отравление доп урон лучше я думаю с отравлением учитывая дебаф хотя фиг знает тут доп урон только скрита на вероятность крита высоко давайте проверим это раз он освободился патрон я наверное его дам кому-нибудь типа да типа например братка ему же тоже можно нет нельзя там тоже патрон крит штурм тогда аспиранту нужно давать хотя он не такой может сапу дать у женьки очень хорошая точность и овервочи есть всегда да давай ей так разведданные как раз изучатся к моменту подсоединение нового региона 133 еще разведданных класс эллири не хватает видите кристаллов делать нечего они в зоне испытаний делается экспериментальная броня и граната можно кстати взять экзокостюмчик один а это тяжелый нет экзокостюм не нужен я хотел паука попробовать делается быстро и подойдет скорее всего там любому вообще человеку линжа шанс крита нулевой у него overwatch на overwatch а там крита нет на overwatch я никому ничего сейчас запилить не могу не пушку потому что посмотрите на бабло я могу только сейчас выбрать проект броня а граната делаются нет не буду покончу штурмашок рид ждем подсоединили доход не приоритет главное что мы можем теперь двигаться дальше идти вот на эту точку 3 ячейки адвента сколько стоит контакт 160 160 блин 160 плохо до вышку не хочу делать . просто тут она только я могу подождать когда закончится этот месяц получу бабла соберу его в три дня потом вышка я просто развед данных может не хватить это надо лететь в штаб сопротивления сразу сейчас потому что день заканчивается и так а в штабе я буду более-менее там рядом по сравнению с и развед данных можно что за поставки были команды быстрое сканирование расчистка отсеков а давай месяц закончился два доктора можно купить и события демонстрации силы 6 недель строительство нового объекта это единичка террор через три недели с открывать открывать ли развед данные или нет ну 180 хватит доп броня повышенная боевая готовность окей я понял вас поставки материала летим конечно же и вышка с троим получается сейчас деньги появились мы сможем несколько вещей там на сплавы на те которые есть что-то приобрести быстро собираем а далее материалов сплава в кристалла и лери точно leagues не расправились так сказал то не типа нужно строить материалов не хватает но их соберем ну главный сейчас нужно команде о и лире можно еще чистим стоп а почему я эту не чистил тут же круче на дольше окей значит тут гремлин тут никого в мастерской два гремлина и станции связи нужны хотя могу отсюда убрать где мне гремлин ты юзаются или питание юзаются нужны они раз два три четыре или все-таки катушечку замутить катушечку вот эту надо снять побыстрее давайте-ка я уберу могу упереться да и в принципе лучше быстрее одну зону за очистить чем правильно поэтому я трех инжей на эту зону и они там очень быстро справятся 8 дней отлично здесь построим ориентировочно зал теней расшифровать данные но надо день подождать чтобы деньги появились достаточно энергии реле питания нужны инжа там была миссия на мощность мстителя но так зал теней окей расчиститься в зал теней да лучше сразу добавить на самом деле хотя бы одного инжа потому что ускорение в два раза скорость ну времени строительства уменьшение времени строительства это круче чем разбор завалов с увеличенной скоростью 15 дней хорошо не буду пока псилабу делать что в оружейной у меня есть несколько а слушать у меня школе офицеров гораздо более важный капец я же забыл про партизанскую школу я чтобы тоже денег не хватало вот это нет это возможно нет держись боец возможно а дальше бонусы на классы 10 процентов крит урон нет 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 основные уже были куплены не стоит здесь важнее и не здесь важнее важнее в центре военных технологий посмотреть что у нас есть не в центре военных господи что же я делаю как они производства предметов хотел да тут есть хэви пушка и термореза которые лири строится стоит я вот эти вот покупки откладывал ну хэви пушку понимаете мне только один хэвик и не хочу строить под одного хэвика не хочу просто не хочу чип снайпом увеличил десяточку это можно сделать перед миссии тут же собираем ресурсом или сразу лететь забить на ресурс нет соберем ресурс они быстро собираются стоп игнор игнор и летим сюда строить вышку да можно конечно было в штаб взять ученых но ученых исследований нет можно было на черный рынок но там разве данные нужны их мне нет и нужны сейчас вот эти вот две локации сначала вышку ставим за 7 дней о защитный жилет укрепив жилет из одного лакона с помощью специальных материалов мы смогли добиться увеличения живущих солдат и полного иммунитета к огню ядом кислоте это штурмовику хорошо а вы мария доминирование продолжаем обучение ух ты ж ёжик полностью глушает цель на один ход на дает неуязвимец ко всему атакам нет все агент невосприимчив нет нулевой удар провод проецирует луч до мощности не хватает на улучшение сейчас будет уже его о рейд конвой поехали сейчас нужно не забыть сделать какой-нибудь баф в партизанской школе он скорее всего на снайпу что снайп 1 у меня больше всего дэмэдж на наста их двое и десятка крита перманентная это очень круто деньги на это дело есть денег даже с запасом просто я не хочу сейчас хотя можно 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 два даже бафа сделать смертельный выстрел дополнительный 10 к шансу врагам критический урон купить как всем снайперам больше ничего делать не буду и у меня были во первых жилет хотела поставить до сделать это только нужно будет а вот он есть один здоровье 2 ну и ему так поставим 11 плюс 6 аспирант на здоровье броня хищника я хотел бафы еще накидывать большое количество бафов убираю пока вы марию возьму холи здесь патрон меняю на светошум патрон даю штурмовику жёсткий крит будет женьке иллюзию а у нее есть уже что некому да ладно раз два три может 3 хватит я лучше братку тогда пофиг что он практически никогда не докидывает но это практически то же самое что и светошумовая улучшение оружия я хотел боекомплект увеличить расширенный магазин всего лишь плюс единичка модифицированный приклад плюс 2 гарантированный выстрел кому и кому угодно вообще смотри что например у ох еще персональный боевый модуль же есть магазин увеличенный а я могу снять же просто отсюда поставить сюда прикладик при этом переключиться например на 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 братка улучшение оружия вот он увеличенный размер магазин пять патронов модифицированный судя по всему оставим хотя может быть меткость будет лучше так так здесь холли а тут меткость 15 вообще да давайте лучше братку дадим меткость ай персональные еще пятерка меткость класс меткость меткость 95 плюс 15 это ок у аспиранта повышение крита повышение крита шанс на доп действия меняем урон при промахе ему не нужен может быть настройку спуском перезарядка тоже не нужна вообще ничего не нужно так давайте шансы на дополнительное действие ему это реально может пригодиться что у бески мод урон при промахе ну ну двоечка всего лишь да судя по всему мы ее и оставим если я пушку бески бы купил было бы два этих я не смогу купить ее сейчас могу вот давай ну что бесса радуемся быстрая перезарядка нет хотя перезарядку можно хайвику взять давайте два рожка ну все у тэй вроде все и так хорошо не у тэй вообще чушь урон при промахе плюс один но ей модификаторы как бы на пушку не очень поэтому я особо не парился если она стреляет из винтовки то быстрая перезарядка реально не нужна потому что она из пистолет нормально работает давайте доп меткость так у кого нет модулей у всех есть модули у всех есть модули разве что лучше вместо мобильности поставить уклонение ооо надо тэй поставить уклонение вот что нужно сделать хотя у нее меткость просто если уклонение поставить то она будет не забей меткость восморка лучше как же затягивает этого и столь нельзя грейдить модификаторы работают только на основное оружие а главное в этом задании кроме всего прочего не разрушить еще ценный груз и по возможности еще поломать кого-нибудь потому что разведданы и сейчас навес золото ликвидировать всех и захватить материалы окей зато патроны работают на пистоле да вот патроны работают на пистоле это очень странно как так ну что количество кп увеличивается у нас кажется даже нет так самая легкая миссия давайте сохранимся сейчас 1 трая пойдем как вы относитесь к первому траю я изичному никого да да там кажется работает вышка мне показалось так конвой остановлен мы видим груз ограничения на ходы нет поэтому торопиться не стоит тихо что не стремновато идти по по центру слева дом да что торможу там иди просто вперед и с вон и мелькнули я видел я видел ко 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 мы подходим мы подходим тогда и слева тоже ух ты два пака архон еще один архон что-то народу там много так давай перегруппироваться направо и ай братка лучше сюда машину может помешать и и и и и и и и и на через огонь решил пробежать бехко готов готов потери что они стоят их много их много у нас везде full кавер вязать ли конус на следующий ход попробуем его так ладно значит армор есть армора считается что и нет местами сейчас тогда аспирант даже и баску не торопимся ребят еще по подходит слева ой жара мне не нравится уже так давайте подождем а это лемминги ну хорошо не под сплошь подошли взрывать стоять бояться очень такое мясо начнется вообще пошло и нужно сейчас на овер поставить а у него эта белка она стакается с жена поражения как там двигаться стрелять находясь за атомы и стрелять все отлично тогда я делаю следующим образом без у нас накрывает все это весь балаган рокетом не накроет она и весь тогда уж так там все равно взорвется кабина правда да лучше вот так вот ты пока ждет ты точно и давай лучше сделаем зоне про мне мне кажется что он лучше зайдет про вообще адски просто потому что нет нет да и вполне вероятно лучше лучше отравляющий мочкануть не троня авто говорят как у нас осталось отвлекающим давайте кислотный тогда месить реальным с богом пацаны ох сейчас такая же пойдет вообще можно было еще ты сделать инициировать выстрел по всем короче минус армор у этого кислота 6 4 3 ожоги пошли нас увидели мутоны милишны и архоны понеслась да я понял вас пошли овервотч 8 по архону 1 какой же он плот конус зашел бы и чё сейчас иллюзии конусом после этого на их ход а нет конус она была после делать короче косяк там так а давай-ка халявный выстрел сделаем вот в этого барсука мне кажется нужным стрелять да вот и в этого руки молнии все дела ах ты скотина ты не думай я я же не отстану от тебя друг что за боевое безумие интересным не узнаем я думаю никогда что-то губчик так теперь самое главное нам необходимо поставить метку таким образом чтобы и и ой и и видели все но там было укрытием желательно полная так давайте назад тогда здесь полное укрытие видят все видят все отличное место поехали надо было вот значит на сейчас конус оставлять то сейчас огромное количество действий я ошибся браток бы здесь просто уничтожил полотрядом там я где что-то горит у этих по хиту осталось травится мутон ох ты там так настреляет если что это понятно все ох ты как подходит гад флангует плохо сейчас жесть начнется 6 урона пропустил раз еще два выстрела капец там full cover но половину жизни уже сняли ах ты скотину бутон нет нет крит ах ты Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... давай подходим штурмашом были нам крит дикий но точность фиговая бская пожалуй посопрешим ну и метку поставлю самое главное пойдешь новая пушка наш могла и попасть хотя не попасть то да хорошо здесь стопроцентная меткость уже и крит ловишь плотность дикая просто дичь скорее всего за протокол защиты на тэй для овервочин протокол нападения убить мутона например дальнего хотя мутона убить как бы и так можно с хорошей вероятностью так он бьется прямо вот точно это продвинутые офицеры не выполнили может светошум чтобы не да давай светошум нет все маяк же будет что-то несешь а и поэтому тогда потому что у нас же будет час браток стрелять по каждому из трех протокол нападения на этого 4-5 с ним и ставим маячок так чтобы опять же все видели это хорошим надо было сделать так чтобы им нужно было подойти немножко двигаться немного а то он сразу начнет атаковать и все так этот от яда сдох этот от яда еле держится но двинется умрет сразу же кому-то овервотч этот пошел ты стреляет 5 хитов плюс отравление пуля сработала еще сзади у паши срабатывает промах живет иллюзия значит все ок ну ранение видите как нехорошее получилось у женьки ладно переживем специалист есть страховку так что справимся я думаю надо подходить просто убивать штурмовиком не того очень плохо товарищ у него уклонение базовой какой-то плюс еще как у змеи есть афикс который а честь пистолет не могу выстрелить не дох недоступных целей очень интересным ну хорошо как так получилось не ясно добро и лут кажется выпал из него сейчас подлечиться обязательно ядро улучшенный приклад кэш данных отлично развед данных и данные и эллерий из которого мы сможем тоже поделать всякие разные полезные штуки лечимся перезаряжаемся готовимся к следующему паку лучше наверно даже пару раз полечиться улучшенную аптечку 100 лет назад можно было сделать перезарядка 1 перезарядка 2 овер овер слушаем так еще один хил да ты карт на самом деле вспомнил слова юн оптимисты которые сказал что так делать не надо как бы решил проверить как он советовал опытные ребята если ты надо было конус ставить и расстреливать все к чертовой бабушке в первый же ход так еще не все перезарядились городу или что а давай подойду пошли скорее всего пока дальше по курсу женька вперед идет у нее есть и потому что скан сделаем давайте скан сделаем они же где-то рядом за машина мне кажется слева до 4 человека причем кто там сектоиды сектоиды и архон понятно соответственно братка на позицию здесь тоже занимаем а иммунитет он прошелся по огню так давайте не будешь глючить без кто же подходит аккуратно аккуратно так теперь что мне нужно конус сейчас точно юзать не будем в первый ход первонаперво я подвожу хэвика пулю скорее всего да ребят давайте живее живее пересек то это чушь архон сила так ты ты ни черта не видит вообще у нее скиллы откатились здесь ориентировочно мы делаем женькой протокол защиты протокол защиты причем его лучше сделать на братка протокол помощи это раз слушайте обратку же нужно сейчас ставить конус уже в ски мы накроем естественно вот как-то так но это груз мы голум поддержал ваш канал на сумму 100 рублей голум привет лазил по форумам и нашел фишку когда возвращаешься с заданием не нажми капс локайкс и тогда база быстрее прогрузиться и я проверял у меня работает и гендальф просил передать и ушел нот пас я понял хорошо попробую капс лок и эскейп хорошо кидаю моя комментатор на место где его видят все но за фулл кавером здесь в принципе можно было поворваться если я видел кого там поэтому я лучше наверное пройду вот так слабенько слабенько да стреляй чего крит на 12 слабенько учусь и пол хп как как корову языком протокол защита давай-ка на тебя тоже протокол защиты поставим раз ты такой точный чтобы делать то еще вопрос ей бы типа выйти на на vision скорее все сюда пофиг что полу укрытия справимся по всем стрелять будем давай почему нет поэтому руки молнии еще немножко выстрелов классных раз два промах 3 промах 4 промах 1 хит остался у этого но он отравление должен уйти но в общем то можно и не я не буду я на уроча стану урочу браток должен по идее по срезать пацанов арахон и так и так убьет умрет вот он отравлен умер отравленные патроны лучше все-таки на мой взгляд стабильнее работают сектоиды пока приходят в себя пошел первый уроч от аспиранта это раз маленькая вероятность но тем не менее аспирант призадумался не попал тут еще один овер от шкоды на 8 а где же браток а где же браток со своим конусом сейчас он должен видеть может он встанет попробует стрельнуть его браток убьет а вот вот и браток все понял вопросов нет следующий следующий боится будет зомбарей поднимать нет или да нет пытался под контроль взять порядок еще режем лучше дальнего резать огонь пофиг даже если там заденет как там до него кроме ай ладно добьем добьем опа вот этого я никак не ожидал еще один пак в самом концу под карты маленький может офицера захватить если у меня ментальный я его не брал специальный типа прикольно 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 так давай-ка сюда гасанем ракеты я полагаю вот так вот нужно броню снять четыре хита гарантированно снимем раз там укрытие одно только минус браток скорее всего должен просто подходить и кидать настолько насколько возможно мая коммитатор кидаем последний женька может нанести гарантированный урон наверно лучше фланговать просто хотя фланга тут и нету давайте подойдем оценим шансы если что светошумовой просто кинем у холли все на кд поэтому просто подходим смотрим вас попадем мы ли мы хотя бы там по правому сектору 82 а у нее есть протокол атаки да ладно уж лучше 82 стрелять так женька ориентировочно кидает светошумовую не тут то было а то и что может а то и много чем может во первых она стреляет поэтому сектор и дурас во-вторых она ничего не видит больше кажется можно нее протокол повесить но нет не повесим женька можно протокол атаки конечно сделать потому что все равно не достану светошумовой до дальних убиваем сектоида они видят штурма полу укрытия видят точную иллюзию так что я вроде как ничего не рискую в принципе поэтому просто овервотч смотрим что не смогут сделать системы ручь у саппорта тоже должен быть по идее подходит до стреляют на голограмму ведутся ой там горит машину нужно подойти от отойти подальше второй подгорел критонул по иллюзии но мне это больше и не нужно ничего главное что взрывов не было да похоже это раз это два так а мы будем балкона под а хотя можно попробовать тэй получить да попробуем у него последнее звание просто есть кто их считает какая-то ачивка ну и здесь тоже крит 93 без шансов что у нас ранение к сожалению я сам виноват в этом ранении но учитывая то что в самом начале было использовано 3 пака причем осознанно и то я мог значительно лучше сыграть я забыл что помрет за кислоты архонт процент попадания 100 просто средний урон за атаку 7 и 3 круто молодцы да действительно кап слог нажимаете все быстро загружается ядро и лерия улучшенный приклад промах 33 урона улучшенный приклад это лучший который я видел и конечно же кэш данных пришельцев мало ученых серьезно кэш данных пока не нужен потому что развед данных на следующего хватит я поставлю поставлю одного инжа на восстановление женька долго ждать итак-то 17 дней там и 34 так пока не забыл я хотел модификатор сделать хороший у кого-то модификатор на урон при промахе плюс 3 будет у той хотя зачем я она не промахивается приклады нужно давать ким тихо эрикам чтобы они гарантированно носили учитывая их точность клёвы почему я делаю такую чушь давай бески поставил лучше давние и было в общем то не понял что разные разные модификаторы на пушках похоже что так реально нету нет есть тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю есть-есть-есть-всё я туплю вот он они по разному выглядят а вот слэш поддержал ваш канал на сумму 100 рублей а вот слэш купе ученых в штабе так зачем и так все хорошо успеваем инженера можно взять и не сейчас мы запомним так во первых миссии то выполнили мне нужно ретранслятор сначала сделать и дальше двигаться аватар то близок посмотреть хотя мы его по понизим любом случае гранат сейчас еще одну получу есть ретранслятор увеличили доходы и устанавливаем контакт за 80 нужен зал теней так он строится чего нужен зал теней новые цели инженер повышая численность врага в течение месяца пофиг ученый броня адвента или материалы радиус обнаружения давайте ученого здесь возьмем раз у нас перекос в инженерах есть полетели у меня строится зал теней который снизит проект аватар даже если проект аватар прямо сейчас врубается у меня есть и развед данные и время для того чтобы снять еще на три панику так а что я хотел я хотел женьке замену какую-нибудь артстотскую беру персональный боевой мобильность улучшение оружия да пофиг вообще а у нее есть даже слушайте мгновенно убийство то неплохо ну тогда оснащение и маячок тогда да 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 поехали будем терпеть в смысле тянуть время хорошо пошло дело вообще пошло хорошо ликвидирует врагов уничтожить транслятор то есть задание задание сейчас на время скорее всего дугомет не берешь не знаю захватил уже человека мне как бы много не нужно хотя там вроде бустятся исследования поехали кстати уже где-то пятая миссия без сейвов очень близко видимся кто это сразу же маскировочка 8 ходов ok чизи игра очень очень простая если дожить до этого дожить до этого не так уж и сложно слушать а тут меня замечают сразу же стопа где вышка я слышу вышку квак-квак вот это вот вышка это характерный звук такой квак-квак 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 посмотрим кто внизу никого внизу нет и тут сразу следующее здание ох что на крышу лезем слева похоже вышка видите рейндж есть а врагов нет а это мирный вообще это мирный хорошо ладно раз братка я пожалуй пока оставлю с вашего позволения их огромное количество будет именно вот как мы эти два да ладно тихо что за мутон такой защитный костюм что это выбросы токсичны могут быть это какой-то особый вид токсичного мутона не мутона робот не робот плотный конечно изрядным ладно придется убить его я думаю как вы считаете раз два подержал ваш канал на сумму аркадий 101 11000 копеек стасыны в чатике говорят захвати кодекс минус 3 кого к кодекс следующей миссии надо будет взять эту штуку как он называется там и улучшить желательно спасибо за такой жирный саппорт смотрю на диванчик который мы приобрели в том числе и благодаря серии стримов дупал час будет очень простой мочим поехали это сколько мороженого горит можно купить кобра в этом факт в этом разрыв поэтому кто-то был о ее там два милишника одну посмотрим на этого упоря кто это такое вообще что это такое где overwatch ребят снайпер как хорошо ну я понял вас я вас понял есть у меня приемчик один и даже не один это не страшно вообще надо было опять же делать еще модуль защиты о нет это куда это чтобы ты этого что ли не видишь гад он не видит этого ой ты от веточка прописывает капец как страшно было еще покрепо идет да еще overwatch от тейп молодец у нее даже пистолета в руках не было сейчас да ладно нет чё же они в это вот не стреляют видимо да видимо я зря в наверх поставил это был провал просим был просто провал провали а это кто я спалил на это он испалил о господи да классная кстати что я думал что его видны всеми блин давай халявный выстрел раз а 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 вы знаете все таки маячок поставлю вот так вот второй потому что жестко уже ранение какое-то неприятное а ну смотрим надеюсь это просто исключение такое что он раз два по я защитащ pediatric высокой у него реально какая-то встроенная хорошая защита есть кто то еще стреляет что так медленно бегаешь а он имеет а просто полукрытие два хита осталось ни фига себе 15 пушки мощный он допустим допустим мы его убили дн ну допустим убили он взрывается типа с газом как 98 процентов только что было ну ребят дает давайте ты у нее 3 хита урон гарантированный там правда два армора это что я же ты ставил модификатор стоп а я специально не ставил что не проводишь так протокол тогда конечно же да дичь это какой-то вообще плотный товарищ а где взрыв а вот и взрыв а bitte мы все смотрели IRS не ответить а вот и вз modeled как Fran б да нормально у нас ход есть давай очень злая очень плотная штука надо было перезарядиться очень плотная штука очень нестабильная мне кажется взрывается просто да ладно его ход уже нет нет сейчас побежит я чувствую ой капец ой это все ой мясорубка это все пацаны хотя он вроде по нам убьет так короче у нас осталось вообще три хода между прочим нам нужно бежать вперед всеми подальше от этого упыря а тут все в яде давай нет сразу же сколько штамм xp дают за него так а теперь быстро 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 двигаемся только надо все-таки перезарядиться нужно пройти через во первых это был только один пак как понимаю а вот второй офицер и щит кислотный ожог получил у тебя же защита вроде было нет ох надо прорываться так тут флангуем отсюда будем интересно фланговать а нет мы не будем фланговать ни отсюда ни оттуда мы спулить миллион людей можем так давайте тейкой для начала у нее сканер и она может бежать вперед раз сейчас справа увижу пак как пить дать их еще где-то три штуки вот пак один с архоном но не вроде не спулились пока нужно прорываться прорываться холли чем реально бежать нужно хотя vision здесь будет смотрите отсюда будет vision то есть ход в запасе меня точно есть давай тогда решать проблему папа к вам я дам потравим этих это раз это ориентировочно двадцать гуманоиды что с них взять укрытие не уничтожили сюда все-таки подойдут так артстотской 57 фигово андрею надо перезарядиться использовать этот ход как раз ох он еще битый алиэн спулем не надо было так подходить ошибка ох ну делать нечего брат куба конечно конус но у него vision а они увижу есть может быть кстати кстати стоит так конусы сделать на давай так весьма ориентировочно береза мне не знают перезаряжаться просто уйди уйди на следующий ход врываясь 65 гренка рвор снимем гренка можешь попробовать да 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 попробуй конечно гренкой ну хотя да это же плазменные гранаты 5-6 урона это это здорово так холли им протокол защиты на той протокол помощи ты голограмму сейчас кинет вообще можно было протокол помощи на голограмму можно изнуть протокол нападение еще именно вот на а сама пострелять это чушь да давай на этого офицера может просто от яда сдохнуть следующий ход так ты в принципе может пострельнуть тоже в один разок например вот поэтому упырю халявным халявными руками молниями я возвращается просто квадрик сейчас пистолет достанем постреляем хорошо это тоже отравится то есть сейчас желательно ставить маяк таким образом чтобы его видели эти вот так то его поставлю ну что прям совсем то и не гуфнули с богом пацаны 3 хитая 4 хитая здесь это минус 1 классно просто калькулейтед блин правда левый не умрет скорее всего долго догорает товарищи 4 минус 2 вообще класс сколько возможностей в игре конечно ну здесь да здесь я надеюсь на то что об ну тут протокол защиты срабатывает обновленный давай траве его хорошо отравление 5 урона и он ведется на иллюзию держись иллюзия держись родная хорошо крита нет 6 урона отлично тут два сектоида а слушайте мне же уничтожить эту штуку нужно по ней стопроцентная правда точность не сломать и уничтожить рискуешь питья без дефа будут стрелять они по маяку такого никогда нет если все видят маяк так хорошо маяк выполнил свою функцию маяк может уходить а где овервотч вообще братка а у него просто вижен из-за угла кислотно ожог капец так ну что я думаю что нужно во первых гренками туда накидывать рокет пустить вот так вот как нибудь это раз тут есть мечишка давай так аспирант побежал пулить еще один пак ой загорел что ли ты поддержал вашу канал на сумму 100 рублей неплохо тебя чувак чел человек избежать аппарата очень похож с уважением широко распространенная в евразии птицы рода воронов так у меня же есть отличная обилка еще у тейки сейчас мы из пистолета постреляем 1 из пистолета постреляем 2 3 все же что творит а так у меня есть маяк я подхожу всеми остальными чтобы чтобы на следующий ход урону понаносить с товарища артстоцк скорее всего должно забежать тоже спуститься чтобы поближе подойти один ход в запасе будет страховка видимо и к тоже имеется но все по порядку первым делом сектоиды а перезарядись лучше один ход все в порядке у меня все рассчитано все рассчитано пацаны точность максимальный тут вообще поэтому это раз ой лут то возьми лут ой лут ладно берем конечно же фух я забыл про лут копец модифицированный расширенный и по продвинутая скорость 3 мобильность модифицированный расширенный кажется у братка такой а если нет то ставим по порядку это да добиваем какие проблемы ой расшифровку можно было делать я мог реально получить оттуда бонусы а нет это вышка работала тогда еще на ходе к останусь с вашего позволениям хочу его поломать полностью опа это пак с двумя мэками капец сейчас будем вырубать у нас один специалист есть плюс патроны у братка против мэка долго целишься ой 3 по солдатам промах по верхнему плохо итак блокировочка как тяжелый мэк это приоритетная цель на самом деле что видит браток ёппер с этим крайне неудачная позиция крайне ну у него есть конечно маяк имитатор но блин пробуем захватить я думаю давай оценим шансом скорее всего тяжелого нужно хотя не обязательно чё посмотрим выключить там очень высокой вероятностью должны ё-моё 65 давай попробуем есть тяжи вырубили пока а сейчас можно еще взлом сделать ты же можешь походить час надо было напоследок это делать что и несу вообще ну а решетим твою шмейцу так браток кидает на второй этаж куда-то маяк таким образом чтобы да что ж ты будешь делать докинуть не можешь можешь я же вижу что можешь и так сойдет есть есть ранган убежали аркада аркада просто чистой воды чистой воды аркадом не тот вот этот нужен не отвлекайся вот на лице ну беска гарантированно убьет мелкого я думаю что это правильно хотя тут александра маринина вообще-то не лучше как раз чтобы она постреляла по верхнему мэку по нижнему ли ну ну да ещё попытка мека да ё-моё 85 процентов или 80 все что ли сходили похоже так этот отключен пока у этого 4 хита но Давай. Очень злая иллюзия. Ой, я могу упасть. Мог упасть. А как угодно. О, вот так вот отлично. У Павла Кузнецова же патроны специальные. Против роботов. Отлично. А я там хотел еще сломать кое-что. Вдруг бонус дадут. Надо будет кодекс следующей миссии захватить. Отряд получит обратно. Всячки действия в этом ходу. Фиг тебе. Дезориентация мне все равно не нужна. Негативных последствий от этого нет. Круто. Так, Беска ни черта не видит. Тей видит и стреляет. Ой, он же плотный, капец. Он же очень плотный. Что я делаю? Давай-ка нормально. Он сейчас в себя придет. Он же реально сейчас в себя придет. Это же последний ход. А что я делаю? Так, давай-ка сапресс попробуем сделать. Или даже пострелять, учитывая то, что попадет точным. У меня сапресс лучше. Давай сапресс. Сейчас очень много от штурмовика зависит. Будет крит или не будет крита? Как я не хочу лезть? Давай. 50 на 50. Крит. Ха, ес, ес, ес. Ой, какая миссия классная. Ранения есть, но миссия сложная. Легкий крок, свободное действие. У нее еще было одно действие рандомное. Ну, в смысле, любое. Ранения есть, убитых нет. Левелапы точно есть. Молодцы, ребята. Так, капслок, эскейп. И, да, быстрым, отличным. Ну и что у нас? У аспиранта левелап. Ох, глубокое прикрытие. Иссечение этого хода. А, это я видел. Неуязвимый, что такое? Если убиваете противника на своем ходу... Ой, неуязвимость, это такая халява, блин. Если убиваете противника на своем ходу, следующая атака по вам не попадает. То есть можно спокойно заходить, фланговать. Одну атаку ты переживешь. А глубокое укрытие, если ты стоишь на месте, бла-бла-бла, глухая оборона. Мобильность плюс 3, модифицированный магазин плюс 2. Вскрытие Андромедона. Существа внутри этих костюмов явно пришли из тех мест, где человек ни за что бы не выжил. И едкое вещество, которое они используют в качестве оружия, может быть их эквивалентом воды. Но здесь оно смертельно опасно. Подоблюдав за тем, как взаимодействует костюм и его хозяин, мы, вероятно, сможем создать закрытую капсулу с этой кислотой. С этой кислотной... Кислотный чем-то там. Дали нам ученого как раз. Еще ускорили... Сколько нам отдыхать-то, скажите, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой. Причем ключевые, пацаны. 11, 14, 18. Может, бонус заюзать лучше, а? От лечения. Ну, я иду контакт устанавливать. Сегодня 16 сентября, нужно месяц продержаться, капец. Стоп, а сюда ли? Я же вроде сюда пошел. Да, сюда. Сетка кольца, сектор 14, Северная Азия. Надеюсь, надеюсь, дадут мне время без сложных миссий. Опа! Зажигательная граната. Зажигательная граната представляет собой следующую ступень развития импровизированного оружия. Годами используешься сопротивление большинства целей в зоне взрыва, загораются и будут получать урон каждый ход. Есть гранатка в инвентаре. Элери через два хода. Элери готов. Доступное новое улучшение. Элериевый проводник, плазменная винтовка, силовая броня. И Элериевый проводник значительно повышает производительность, улучшение отсека. Я бы винтовочку взял. А, ну вот, пожалуйста, элериевый проводник можно сразу сделать. Все, и как бы... Шесть энергии. И, скорее всего, еще добавится бонус по количеству инжей. Так давай, делай. Не, не сделали. Но все равно, хорошо. Мы, кстати, можем тогда... С этого реле питания снять инжа ледокола и поставить его... Копать. На хилу посади. Так на хиле сидит же. Здравствуйте, командир. На хиле вот сидит же. Вот сидит на хиле. Темп восстановления. Восстанавливается. Так. Инжи. Скоро освободится. Зал теней будет. Ну, давайте устанавливаем контакт. Три. Два. Зал теней. Доступны новые первоочередные исследовательские проекты. И один инженер освободился. Что за зал теней? Все сетки пришельцев. Наши знания нечтоп сравнивать с уровнем психологического развития. Это дешевый фратон. Здесь живых надо захватывать или что? Изучить захвативающую склянутку с секретным объектом. Окей. Изучить кодекс. Расшифровать данные кодекса. Это теневые проекты, так называемые. Мозг кодекса. Мозг кодекса. Ох, спасибо, кто-то с айпада. Я не увидел никнейм. Ему стримы понравились. Во-первых, я хочу... Ладно, давайте энергокатушку добавим еще одного инжа, чтобы за несколько часов сделать. Потом сразу трех инженеров переведем. Оп, катушка экранирована. Окей. Мы можем здесь сделать еще... Во-первых, псилабораторию можем сделать. Не тратит. Смотрите, если поставить реле питания, то будет больше приносить энергии. Если поставить какое-нибудь строение, то оно не будет требовать энергии. Литейный как не может простаивать литейный цех? Да ладно, литейный простаивает. Йоп, РСТ. Экзокостюм второй мне не нужен. Паук, возможно. Лучше, наверное, какое-нибудь проникновение в череп или черепной бур. Точнее, проникновение в череп. Больше разведки. Давай. И мы еще грантки получили. То есть нужно было по-хорошему еще... Музыка изменилась, кстати. Нет денег пока не буду. Улучшенные взрывчатка апнет, яд и гранаты. Ну, стоило догадаться, что это универсальная такая штука. Так, я не все сделал. Я Энжей не закинул копать, кажется. Да. Командер, я благодарю, что вы получили статистика для инжинирингового куба. Но, как он находится, мы все ждем, мы все ждем. Два. Мы можем работать на инструкцию, экскавирование или статистика. Все, Энжи вроде все заняты. Контакт один в запасе есть. Кодекс. Здесь пока не будем ничего строить. Я не хочу. Не хочу. У тебя последний контакт дать, что будешь делать? Не знаю, я об этом не думал еще. Ну, вот раз и два. А, не, я могу же инжай еще поставить. У меня же есть еще опция грейдануть. А, не могу. Слушайте, еще один спутниковый нужно построить. Ну, станция связи, видите, никак. 160 материалов, капец. Чуть-чуть. А если я попробую сюда перекинуть инжей, быстрее расчистят. Там вроде уже копали. Да? Нет, нифига не да. Можно инжей сменить на спутниках. В смысле, зачем? А, нет, нет. Можно залететь, на самом деле, в черный рынок. Немножко разведданных слить. За бабло. А ведь это временная такая штука. Да, и разведданных-то особо и нет. Подождем. Опа. Будительность. А, это Ивэн просто. Я понял. Аватар у нас? Или это не оно? Оно же вроде. Что это? Зал теней. Обнаружен противник. А, это мы просто увидели подробности о миссии. Обнаружен противник. Четаной селитный солдат. Архонт. Вайпер. Андромедон. Элитный офицер. Материалы разведанные. Тяжелый копейщик. Мутон. Да, конечно, надо лететь. Что тут? Задание совета. И как раз бабло нужно. Только у меня трех людей не будет на миссии. Вот так вот. Придется с леммингами воевать. Так, у меня появились новые гранаты. Попробуем в оснащении плазменную поменять на зажигательную. Ой, господи, сколько леммингов. А нет, хотя нормально. Товарищ Арсоска есть. Браток Шкода. Тут, по сути, только два лемминга. Это вот какая-то флэш-рояль. Надо псих, наверное, взять. И снайперов действительно прокачаны и есть. Снайпер действительно есть. А, флэш-рояль, он и есть. Снайпер, что вот это вот прокачаны, да? Пистолетные. Да. Улучшение оружия. Урон при промахе. Раз. 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 По оснащению. О, можно персонали боевой. Подвижность для снайпера. Оснащение. Учитывая то, что это пистоль, действуют патроны. Маяк-имитатор. Хорошо, сейчас боевой такой снайпер пошел. А что я еще хотел? Возможно, персональный модуль получше взять. Уклонение. Двадцатку. Улучшение оружия. Размер. Шанс мгновенного оснащения. Захватывать я хотел, да? Захватывать. Захватывать, захватывать. Захват нужно делать, насколько я понимаю, специалистам. Поэтому мы возьмем Холли. Не зря же 11к задонатил товарищу. Вы должны задонатить. Захватить. Так. А вы, Мария. Персональный боевой. Улучшение. Не обязательно, кстати. Шанс действия дополнительного. Урон при промахе. И оснащение, конечно же. Вот это я хотел. Там еще патрон хороший. Но патрон хороший штурмовику. Да, штурмовику вместо гренки. Столько возможностей, конечно. Теряешься просто. Поехали. Вроде я готов. Тебе улучшать нужно бур для захвата обычных солдат. Ну, вон в процессе. Причем команда новая. Три ранения у меня. К сожалению. Три ранения. Поехали. Уже сколько? Это четвертая или пятая миссия без сейвов? Кто помнит? Огненная граната, мусор. Плазма ломает укрытие и огонь не работает на мехах. Ясно. Кто же знал? Проверим. Когда психи будут? Мы же взяли только что психа. Ты помнишь, что там врагов? Нет. Кстати, хорошая тема нужно было записывать. Очень долго загружается. 12, говорят. Да не проблема, в общем. Извини, 7. Захватите или... Ой, Випа надо захватывать. У него данные могут быть. Захватите или ликвидируйте вражеского Випа. И сюда на Голубе прям эвакуация будет. Так, ребят. У нас 12 ходов. Запас есть. Город большой. Сохраняемся на самое легкое. Как там оно называется-то? Самое легкое миссии вообще-то, пацаны. Ну и работаем. У нас есть все для победы. Только я не хочу в это здание идти. А уже первая группа. Причем справа еще группа врагов. Ох ты ж, ежи. Как я встал-то неудачно. Так, у нас есть два снайпера пистолетных. Нет, один снайпер-пистолетный. Что-то быстро меня... Остановили. Доминирование и безумие. Слева еще что там. Или кто там. Ладно, проверь, чего. А, там вышка на взлом. Так, Холли, подходи сразу сюда. Поднимается наверх, гады. Ну, выше забирается, дольше падать. В общем-то... Окей. Смотрим, что по взлому. Какие бонусы, какая вероятность. Что вообще как? Лучше ломать после того, как ты первый пак спулишь. Что вообще первый овервотч проходил чистенько. То есть я скорее сейчас просто посмотрю для собственного развития, что могу тут достать. Отряд получает маскировку. Понятно, тем более после пулу. Да как, я же отменил. Что-то как-то... Маскировку получил. Серьезно. Господи. Бесса подходит. Мария подходит. Увидел. Увидел, 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 увидел вроде. Не, не увидел. Оказалось. Блин, а ВИП-то вообще в этом здании находится. Может мне с этого здания и начинать. Ну, имеется ввиду, прямо в него заходить. И у всего. Вот. Пак. Спускается вниз. И еще один пак. Мутоны. Ничего себе. Ну, хорошо, это по-довое. Сразу гренка, минус армор. Газом травим. Обязательно поставим сейчас еще братка. На конус. Как-то вот так вот. Раз. Далее. Ориентировочно пойдет газ. Нет, не газ. Ориентировочно ракету надо мочить. Делать. Но АУЕ меня так расстраивает. И укрытия нормального нет. Ну, с другой стороны, мне главное снять мутоновскую хрень. Такая с запасом вообще по дальности. С запасом. Ну, тогда вот сюда вот отойди сначала. Потом уже готовься рокет кидать. Хорошо. Стеночку уберем. Мутонов с пулем. Маяк должен быть у одного обязательно. Я бы даже снайперов, если честно, поставил бы без действий. То есть мне-то спулить нужно только для того, чтобы типа Овервоча без штрафа. То есть ты стреляешь. Ты маячок. Ты, Овервоч, можешь сделать. Тебе бы лучше... Давайте вы, Мария, все-таки Овервоча. Тоже Овервоча. Тут стреляем. Тут маяк. Окей. Ну, как-то так, ребят. Как-то так. Поехали. Два пака нас ждут. И справа вроде еще третий. Так, минус армор. 3-4 урона. Фланги, все дела. Браток. В... Ну, я не снял тут стенок нормальный. Если они вправо побегут, браток не будет стрелять. Надеюсь, что влево. Один влево, другой вправо. Тотовый Мария убивает раз. По второму 8. Браток начинает стрелять по следующему. Минус еще мутон. Ну, следующий пак, давайте. Встрепенулись. Захватывать меня офицера пытаться или не пытаться? Иди Овервоча. Давай, давай, браток, еще. Еще. Броня-4 у щитовика. Ну, хорошо. Маячок ставим гарантированно фулл кавер в место, где его точно видят. Мне казалось, что справа еще пак в здании давал вижн. Да, а, нет. Там еще другое, три человека. Так, этот пытается убить иллюзию. Раз. Там еще три человека. За зданием. Это щитовик. Но вокруг вроде никого нет, поэтому он просто стрелять будет. О, машина еще загореть сможет. Ну, по машине попал. И не горит. Ну, и этот тоже спрыгивает. Халява, сэр. О, нет, 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 нет. Вот скотина. Этот не увидел иллюзию. Ответочка пошла от пистолетов снайпера. Риск был. Риск был серьезный сейчас. Мне бы вот эту стенку сейчас снять. Этот-то понятно, он под фланг подставился. Лесом идет. А вот... А вот если гренки какие-нибудь... Есть гренка лавы Марии. Безумие и доминирование. Какая вероятность? 57. 57. Давай попробуем. Взяли под контроль. Слушайте, у тебя граната есть? Дай порулить. Есть граната у него. Хе-хе-хе. Хорошо. Мы его тогда приведем к себе. Следующий ход. Никого не видим. А я еще в маскировке нахожусь, кстати. А билка-то работает. Какая эвакуация? Сопресс. Да, если пострелять. Да, беда. Вот правый... Меня расстраивает. Ну ладно, давай постреляем в Армор, чтобы попробовать убить. Рома. Метку поставили. Тот, скорее всего, будет со своим офицером воевать. Мне так кажется. Ну ладно, постреляй. О, стенку сняли. Стеночку сняли. Ну тогда держитесь. Какое наблюдение, пистолет. Стреляй из пистоля. Не, нифига не сняли. Это сняли мы для... Для второго это фланг был. Фигня, в общем. Стреляем по этому. Такой бронированный гад, а. Протокол я лучше сделаю. Протокол помощи элитному офицеру. О, я рискую, ребят. Я же сейчас полхода потрачу. И того я не успею убить. Оценка угрозы. Он, конечно, постреляет. Но, блин, я же сейчас нафейлил просто. Просто нафейлил. Овервоч. Конечно, можно ворваться и... И порезать мечом. Арцтотска это не аспирант, поэтому... Ну ладно, стреляй просто. Попадешь 50 на 50. Плохо. Не хотел с мечом, я третий пак бы спулил. Я же видел его сверху. Будем надеяться, что... Мы привлечем внимание... Ничего себе. Мы офицерам верхним привлечем внимание. Овервоч пошел. Офицерам. Хорош, попал. И метку поставил. Ну и тут фланг. Господи, нет. Нет. О, нет. А вы, Мария. Вау. Как же меня проперло. Да, убивай своих. Этот офицер его тренировал. Каждое утро в 6 часов подъем. Плотный завтрак. Чистка снега. Такая подстава, блин. 8 ходов, между прочим. И сейчас дропчик пойдет. Слушай, ну не пропадает ли же гранать, правильно? Конечно, по своим огонь. Стоит захватывать офицера? Как вы думаете, или не стоит? А, до конца миссии он мой. У-у-у-у-у. 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 Ну, это круто. Это прям повезло. Прям проперло. Убили обычного солдата. Надо избавиться от офицера. Понять вообще, где будет дроп. Что-то порушилось опять. Непонятно что. Так, у тебя гарантированный туром есть? Лучная меткость нет. У кого гарантированный, кроме Бески? У Бески. Верняк. Ладно, справились. Теперь у нас есть разведчик. Неплохой. Там, правда, здание горит. Это не к доброму. Перезаряжайся. Браток. Тоже лучше перезарядиться. Холли подходит. В море подходит. Мне нужно к випу двигаться потихонечку. Я знаю, что там пак. Я понимаю, что... Все очень непросто. Сейчас дропчик, во-первых, жду на этом ходу. Там здание рушится. Ох. Ну, офицер у нас... Молодец. Он реально тащит. Он проходит уверенно, бегает, смотрите. Прям красавчик. Так как мне пройти-то сюда? А тут тупичок. Ё-моё. Учитывая, что мы, ну, видим, как ходит офицер. Мы можем сходить... Мы можем ходить посмелее, посмелее. Не стоит, конечно, увлекаться. Но... Перезарядись лучше. Вообще, быска должна была бежать вперед. Ну, она последняя стреляла просто, поэтому у нее беда. У нее халявная перезарядка, надо запомнить. Так, Эвамария продолжает контролировать офицера. Да, психи, конечно, если прокачать. О, и сверху появился пак, вижу. Архонт и две змеи. Но... Исчезли куда-то. Открываем дверь. Офицерам. Пароль, король. Подходим к фулкаверу. Смотрим. Где там вип? А, его надо, типа, захватить лучше, да? Да, щитовик бы мне дал плюс три армора, это круто очень. Куда ты? Что ты? Ой, кто такой умный? Капец. Три змеи и архонт. Такая жесть. Значит, две на втором этаже, полуукрытие, укрытие. И сразу флангуют. Ой. Маячок один есть. Осталось его поставить так, чтобы... Главное, архон, чтобы видел с этой нижней змеей. Поэтому маяк мы делаем вот так. Капец, я встрял. Так, тут видим троих. Поэтому, я думаю, надо просто брать и мочить. Один на один. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Слабо, слабо, слабо. Браток, скорее всего, должен будет конус делать. Там явно двигаться люди будут. Поехали. Здесь хорошо бы травануть их. В общем, так, чтобы своих не залить. Та еще задачка, я мое. Так, наверх не забиваем, потому что не докидываем вообще никак. Сможем ли выцелить по двум дальним? Вот так сможем выцелить. Только правая змея, кажись... А, на змею же не действует травлением. Может, огонь будет эффективнее. Что случилось? Что? Нет, пока не надо. Нет, пока не надо. Точно. Уверяю. Пошла зажигательная граната. Евгений, я не слышу. Я сейчас... Миссия, понимаешь? Пришельца захватывает. Все очень серьезно. Ребята, у нас, кажется... Возникла проблема. Ну как так? Евгения. Я в курсе. Я в курсе. Мне это делать. В любом случае. Good game. Good emotions. Что я пропустил? Там сразу пацаны оживились. Так. Значит. Значит, значит, значит. Иллюзия поставлена. Самый опасный товарищ, наверное, это все-таки Архонт. Поэтому давайте пытаться его... Ну вот тебе опасный товарищ. Нормально. Осталась одна... Одна совсем одна. Надо повесить, наверное, защиту куда-нибудь на стреляющего... ...человека, типа снайпера, раз. И попробовать вот этого штампануть снизу. Потому что вроде фланг, все дела, убьем. Есть. Ну все, остается две змеи. Всего две змеи. При том, что иллюзия живая, здоровая. Одна сгорает. Вторая, я даже не знаю. Но на Overwatch, во-первых, попадет. Попадает на овер. Снайперский там так. Фигня. Еще один Overwatch. А-а-а, тут же еще у братка. Да нет, забей. Это вообще никак. Не контриться. Так. Теперь нам нужен ВИП. Причем захватить его желательно. Элитный офицер заходит. Не, не заходит. Всеми подтягиваемся. Через овер. Потому что ходы в запасе есть. И к випу. Раз. Не понял. И обычный вроде, не вооруженный. Подтверждаю лично с целем. Кто такой? Пробуем оглушить. Задержание. Четверочка. Да-да. Ну это девушка, оказывается. Ну что, поднимать ее теперь нужно еще, да? А, эвакуировать еще? К указанной площадке. Я понял. Так. Эвакуируйте ВИПа. Мне же нужно ее еще поднять, типа. Поднять ее, типа, нужно. Ну вот. Нет, это пометка цели. Как взять ее-то? Вроде как-то, ну, можно было брать ее с собой. Открывай стеночку. Да, кстати, можно стеночку-то снять. Хотя тут дверь, зачем это делать? Поехали. Раз, два. Офицер не эвакуируется? Как так? Только не офицером Адвент. Я понял. Очень жаль. Ладно, офицер тогда пойдет. Сюда. Кто еще не готов? Так. Следующий ход будут уже здесь враги. Ауцлаж поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Тебе игра как бы намекает, что с женщиной что играть мешает делать. Перенос юнита берем. Берем. И теперь открываем. Опа. Не открываем. Здесь реально стенки нет. Стенки. Ну, в смысле, двери нет. Взрываю. Ну, ходов маловато, чего там. Подгораем, кажется. Что на фулл ход? Пока на пол хода. Я не уверен, что я успею. Я ВИПом, кажется. О, нет. Так, это совсем вообще плохо. Так. Голограммы есть. Черт возьми. Ты успеваешь на эвакуацию. Проверяем эвакуацию. Ты не успеваешь. Если уберешь это, то можешь успеть. Но главное, ВИП. ВИП никак, в общем. То есть я должен ход принимать. Браток кидает. Так. Скорее всего, Беской надо кидать сейчас на право яд, на этих. Потому что на верхнего яд не действует. Поехали. Нет. Мне только один маяк остался. Я не могу все маяки кинуть. Элитный офицер должен принимать свою судьбу. Он заходит на разведку. Видит этого гада. С фланга стреляет с критом. Хорош. Я бы взял его с собой. Тут пистолетный снайпер. С ним все понятно. Браток подходит. А может и не стоит братку подходить. Не, подходит. Товарищ Арцтоцка бежит. Самый главный маяк наверх кинуть. Или не наверх, а так, чтобы видеть. Того. То есть лучше вообще куда-нибудь сюда его кинуть. Ну, отвлекает там, конечно, офицер. Но его может не хватить. Здесь, скорее всего, необходимо дать по выстрелу. Потому кто 85. Стреляем. Плохо. Может попасть снайпер. И протокол запускаем на левого. Потому что он копейщик. Он-то точно попадет, если что. А так он от яда умрет. Хорошо. Это точно минус. Тот, скорее всего, флангует. Сейчас еще дропчик прилетит. Мне нужно было этот ход посвящать. Да, вот и дропчик. Кто там прилетел? Ё-моё, там мэк. На овервочи. О-о-о. О-о-о. Этот не умер. Верх не умер. Э-э-э. По иллюзии. Хорошо. Хорошо. Но если он не убьет, то тот может сагриться на иллюзию. Это хорошо. Да? Да, неудачник. Так и есть. Ну, все понятно. Мы эвакуируемся в этот ход. Но можно еще пострелять будет. Только помним про овервочи. Надо будет овервочи снять офицером. Где там мой офицер? Элитный. Побежал. Побежал, побежал. Он так мне помог, реально. Мэк его верит. Вау, хорош. Красавчик. Так, тут. Випа. Маячок, кстати, был. Халявный выстрел из пистолета. Эвакуация. И так горим уже. Ну и дальше по списку. Браток. Можно, конечно, Мэка ломать, но я не буду уже, Аркадец. Ава Морея, конечно же, добегает тоже. И пошли эвакуироваться. Офицера оставил. Надеюсь, я его когда-нибудь еще спасу, как випа. А психи-то тащит. Один захват. Ну хотя... Да даже один пришелец, который за тебя бегает. Это очень круто. Это и разведка. Халявные и дополнительные способности. Возвращаемся на базу. Есть лавэлап у Артстонских. Ранган или... Немедленная активация. Давай маскировочку попробуем. Захватили випа противника. Получили разведданные и материалы. Жизнь-то налаживается, уважаемый. Может быть, мы сможем... А, мы не можем из-за зала теней. Ну смотрите. У нас, во-первых, в следующей миссии будет Тэйни, Фанда, аспирант. И снайпер тот же самый. То есть офицеров уже с запасом с хорошим. У нас идут исследования. Хорошие. Есть деньги, есть разведданные для того, чтобы... Для того, чтобы еще один регион подключить. Доход хороший. Все отлично вообще. Учатся психи. Плазмы исследуются. Прям отлично. Инжа поставь на конец. Инопланетные сплавы кристаллы Лерия. Неплохо, шесть дней. Надо запомнить. Инжа, еще одного поставь. Да, есть. Мне нужно поставить... Слушайте, а давайте поставим здесь... Этот... Станцию сопротивления. И туда инжа. Нет, туда гремлина можно поставить. Нельзя туда гремлина поставить. Контактов пока хватает. Я один не закончил, а еще один в запасе. И станция сделается. Будет через шестнадцать дней, и все ок. Дредноут. Сопротивление обнаружило что-то интересное. Исследует происходящее. Ну, я по-хорошему вернулся вот сюда. Установление контакта один день. Дарда, гремлина на клетке слева, снизу. Да, четыре отсека. Так и есть. Раз. Еще один регион. Можно связаться с Индией, и самое главное, с Индонезией. Но здесь, кажется, стоимость разведданной стоит сто шестьдесят, видите? В принципе, мы можем закрыть на это глаза. И так установить. Но... Но учитывая то, что тут соседний регион, лучше, наверное, вышку забубенить. Материал 200 нужно. Ха-ха. Да, беда. Беда. Хотя ресурсы один день. А давайте вернемся, наверное, в штаб сопротивления. Месяц закончится, нам ресурсы подкинут просто и все. А в штаб для того, чтобы по возможности сразу же посмотреть, кого дадут. Пришельцы пытаются уничтожить Икс Комп, в течение месяца больше солдат в каждой миссии. Окей. Закончился месяц, два события, 800, доктор и майор, кажется. Чизис Флорес. Увидимся с вами завтра вечерком. Запись трансляции, если пропустили, появится также, к сожалению, к вечеру на Ютубе. Ну и вроде в четвертый уровень сложности идет уже, ну, достаточно понятно по, 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 ну, в понятном направлении. То есть от аватара мы точно не умрем. Это очень хорошо. Спасибо, что смотрели и до завтрашнего вечера. Пока.